Итальянец или тайна одной исповеди. Он в облаченье тишины и тайны, Свои мучения воплотив в дела, Их людям шлет на судьбоносных крыльях. Так нас ведет невидимая воля, Непознаваема, неуследима. В 1764 году двое путешественников, Англичанин и Итальянец, Осматривая окрестности Неаполя, Остановились перед старинной церквушкой Санта-Мария-дель-Пианто, Принадлежавшей монастырю ордена кающихся грешников. Время не пощадило ее, Но портик все еще поражал своей благородной красотой, Что вызвало желание у путешественников Осмотреть церковь изнутри. Когда они поднялись по мраморным ступеням, Их внимание внезапно привлекла Одинокая фигура монаха, Который, сцепив руки на впалой груди, Быстро ходил взад и вперед меж колонн. Он был настолько погружен в свои раздумья, Что не сразу заметил посторонних. Однако, услышав за спиной шаги, Он резко обернулся, И, увидев, что незнакомцы приближаются к нему, Тут же исчез в одном из боковых входов в храм. Его облик и странное поведение Не могли не вызвать интереса. Он был высок, крайне худ, Сутул, совпалый грудью И резкими чертами мертвенно-бледного лица. В его взгляде, Которую он бросил на незнакомцев Из-под низко опущенного на лоб капюшона, Была враждебность. Войдя в церковь, Путешественники невольно обвели ее взглядом, Надеясь увидеть Так поразившего их монаха. Однако его нигде не было. Лишь в конце прохода Между скамьями появился другой монах, Видимо, выполнявший здесь роль гида, Ибо он тут же направился к ним. Внутреннее убранство церкви Не поражало глаз богатством, Которым обычно отличаются церкви Италии и Неаполе, В особенности. Здесь царила суровая простота, Строгость и величие, Которые неизменно находят отклик В душе истинного ценителя прекрасного. Приглушенный спокойный свет Под высокими сводами Располагал к молитве И возвышенным раздумьям. Осмотрев древние усыпальницы И другие немногочисленные Достопримечательности Старинной церквушки, Посетители хотели уже покинуть церковь, Как вдруг снова Увидели высокую мрачную фигуру Уже знакомого монаха, Которая исчезла В одной из исповедалин. Побуждаемые любопытством, Они спросили о нем у их гида. Но тот, прежде чем ответить, Проводил взглядом собрата, Исчезнувшего в исповедальне, И ответил лишь тогда, Когда путешественники Повторили свой вопрос. «Это убийца», Наконец сказал он. «Убийца?» Невольно воскликнул Один из путешественников, Англичанин. «Убийца и на свободе?» Его спутник-итальянец Улыбнулся недоумению друга, Но монах-гид Спокойно пояснил. Только здесь он смог найти убежище. В этих стенах ему Ничего не грозит. «Следовательно, Ваша церковь дает приют убийцам», Не мог успокоиться англичанин. «У них нет иного убежища, сеньор», Попробовал возразить монах. «Невероятно!» Не на шутку разволновался англичанин. «В таком случае Ваши законы ничего не стоят, Если они позволяют церкви Брать под защиту убийц. Чем же он живет? Ведь он не может покинуть церковь В поисках пропитания. Он таким образом Обречен на голодную смерть. Прошу прощения, сеньор, Но всегда находятся добрые люди, Готовые помочь тому, Кто сам себе помочь не может. Сострадательные прихожане Приносят ему еду. И это разрешается?» Казалось, удивлению англичанина Не будет конца. С этим вопросом он уже обратился К своему спутнику-итальянцу. «Не дать же бедняге умереть от голода», Ответил тот. «А это неминуемо случилось бы, Небудь добрых людей?» «Вы часто бываете в Италии И должны были бы знать, Что здесь убийство не такая уж и редкость». «Впервые слышу», Вынужден был признаться англичанин, «И все же я не могу сказать, Что одобряю это». «Почему, мой друг», Возразил итальянец, «Если бы мы не были милосердны К таким несчастным, Нашим городам грозило бы Полностью обезлюдить. В Италии убийства, Увы, случаются довольно часто». На это англичанин Лишь сокрушенно покачал головой. «Обратите внимание, мой друг, Вон на ту исповедальню, Что за колоннами у левого притвора Под витражом», Постарался отвлечь его итальянец. «Несмотря на свет, падающий из окна, Она остается в тени, И вы могли ее не заметить». Вглядевшись туда, Куда указывал его попутчик, Англичанин увидел Исповедальню темного дуба, Тесно примыкавшую Каменной стене храма. Она была похожа на ту, В которой скрылся монах-убийца. Под навесом из темного бархата Он увидел три разделенные Деревянными перегородками Узкие кабины, В средней из которых На невысоком помосте Со ступенями Помещалось кресло исповедника. В боковых кабинах, Преклонив колени, Исповедующиеся были укрыты От посторонних взглядов. «Вы хорошо ее разглядели?» Спросил итальянец. «Да», — ответил англичанин, «Она похожа на ту, В которую вошел монах-убийца. Мрачнее места не придумаешь. Любого преступника Она должна повергнуть В отчаяние и страх», — Заключил он. «Нам, итальянцам, Несвойственно впадать в отчаяние», Улыбнулся его спутник. «Но что особенного Вы нашли в этой исповедальне?» Продолжал удивляться англичанин. «Не в нее ли вошел монах-убийца?» «Он не имеет никакого отношения К тому, что я собираюсь вам рассказать», Успокоил его итальянец. «Просто мне хотелось, Чтобы вы хорошенько запомнили ее, Ибо с ней связаны события Поистине необыкновенные». «Какие же?» «Прошло уже несколько лет, Как здесь прозвучали слова Одной исповеди», — Продолжил свои пояснения итальянец. «Это исповедальня, Монах-убийца, И ваше искреннее недоумение По поводу того, Что он останется на свободе, Заставили меня вспомнить Одну печальную историю. Когда вы вернетесь в ваш отель, И вам нечем будет занять Свободное время, Я охотно расскажу ее вам». «Я готов слушать вас, Хоть сейчас», — Оживился англичанин. «Это долгая история, И чтобы рассказать ее всю, Понадобилась бы целая неделя. Однако я, к счастью, Располагаю записью ее И готов предоставить ее Ваше распоряжение. Один нищий студент Из Падуи, Оказавшись в Неаполе, Сразу же, Как все это произошло?» «Позвольте», — Прервал его англичанин, «Если это исповедь, То это действительно Невероятная история. Мне казалось, Что тайной исповеди Никогда не разглашается. Исповедник ни при каких Обстоятельствах Не вправе этого сделать». «Вы правы, мой друг», — Согласился англичанин. «Ни один священник Не посмеет нарушить Тайную исповеди, Разве что только По высочайшему повелению Главы церкви Или при обстоятельствах Столь необычных, Когда такое разрешение Дается». «Когда вы ознакомитесь С той записью, Которую я вам вручу, У вас не останется Ни тени сомнений, Что обстоятельства Действительно были необычными. Как я уже сказал, Записи сделал студент Из Падуи, Оказавшийся в Неаполе, И сделал их По моей просьбе». Его настолько поразила Эта история, Что он охотно Выполнил мою просьбу. Отчасти им руководило Также тщеславное желание Испробовать Свои литературные способности. Или, возможно, Он был мне благодарен За какую-то Пустячную услугу. Читая, вы сразу поймете, Сколь юн и неопытен В писательском ремесле он был. Но мне прежде всего Необходимое Было точное Изложение фактов. А он сделал это Тщательно и достоверно. А теперь нам, пожалуй, Пора покинуть Эту церковь. Только после того, Как я еще раз Ее внимательно осмотрю, Теперь уже совсем Другими глазами. Особенно эту Исповедальню, Согласился англичанин. Окидывая еще раз Взглядом своды И строгую перспективу Храма, Он опять увидел Монаха, который, Покинув Исповедальню, Быстро прошел На хора. Путешественник Вновь испытал Неприятное чувство Легкого шока При виде Этой мрачной фигуры И, быстро Отведя глаза, Поспешил к выходу. Вскоре друзья Распрощались И англичанин, Вернувшись в отель, Через какое-то время Получил обещанный пакет. Вскрыв его, Он с интересом Погрузился в чтение. Часть первая Глава первая Что здесь за новость? Что за тайный грех? Не вскрыть его Молитвой покаянной. Олпл Таинственная мать Винченце Девевальди Впервые увидел Лено Ди Розальба В церкви Святого Лоренца В Неаполе. Было это В 1758 году. Его внимание Невольно привлек Чей-то мелодичный голос, Произносивший Слова молитвы. Подняв глаза, Он увидел Впереди Грациозную фигурку Девушки С лицом Укрытым Под вуалью. Звук Ее голоса Столь пленил его, Что юноша Испытал Непреодолимое Желание Увидеть Лицо Незнакомки. Он был уверен, Что оно Должно быть Столь же Выразительным И прекрасным, Как ее Необыкновенный Голос. Словно зачарованный, Он простоял Всю службу, Не отрывая Взгляда От юной Незнакомки. Когда же Он заметил, Что она Вместе Со своей Спутницей Немолодой Дамой, Которая Опиралась На руку Девушки, Собирается Покинуть Церковь, Он немедленно Последовал За ними. Им двигало Нетерпеливое Желание Узнать, Кто она И где Живет. Девушка И ее Спутница Шли Довольно Быстро, Не оглядываясь По сторонам, И когда Вышли На людную Страдо Ди Толеда, Он чуть было Не потерял Их Извиду. Ускорив Шаги, Но продолжая Соблюдать Осторожность, Он успел Нагнать Их, Прежде чем Они свернули На террасу, Идущую вдоль Залива И ведущую На набережную Гран-Корса. Здесь, Обогнав Их, Он, Наконец, Осмелился Оглянуться, Надеясь Увидеть Лицо Девушки, Но оно По-прежнему Было Скрыто Вуалью. Он Принялся Мучительно Гадать, Как ему Представиться Или хотя бы Обратить на себя Внимание. Но робость И искреннее Восхищение Незнакомкой Мешали ему Что-либо Предпринять. Сопровождая Их На недалеком Расстоянии, Он вдруг Увидел, Что немолодая Спутница Девушки Внезапно Оступилась. Юный Венченц Деви-Вальди Не задумываясь Бросился На помощь. И в эту минуту Легкий ветерок С залива Поднял Вуаль На лице Девушки. Озабоченная Состоянием Своей Спутницы Подвернувшей Ногу, Девушка Не поторопилась Поправить Вуаль. И этого Мгновения Было Достаточно, Чтобы юноша Увидел Ее лицо. Оно Показалось Ему Еще Прекраснее, Чем он Мог Предполагать. Тонкие Классические Черты Были Преисполнены Мечтательности И покоя. Взгляд Темно-синих Глаз Светился Умом. Хлопача Возле Своей Спутницы Девушка Даже Не заметила, Какое Она Произвела Впечатление На молодого Человека, Подбежавшего К ним. Когда Глаза Их Встретились, Она Торопливо Опустила Вуаль. Вывих Был Не очень Сильным И Старая Дама Пришла В себя. Однако Ступала Она С трудом, Что Позволило Винченце Предложить Ей Опереться На Его Руку. Поблагодарив Его, Она Отказалась. Винченце Однако Продолжал Настаивать И В конце Концов Внимание Юноши И Боль Владышки Заставили Синьору Принять Предложение И Опереться На Руку Молодого Человека. После Этого Они Втроем Проследовали Дальше. Винченце Попытался Было Заговорить С Эленой, Но Она Ответила Сдержанно И Одно Сложно. Пока Он Раздумывал Как бы Разговорить Ее, Они Уже Подошли К Калитке Небольшой Вилы, Стоявшей В саду, Полого Спускавшимся К водам Залива. Отсюда Открывался Прекрасный Вид На Неаполь И Залив. От Солнца И Ветров С залива Виллу Защищала Тенистая Сосновая Роща И Величественные Эвкалипты. И Хотя Небольшой Портик И Колоннада Были Из Простого Мрамора, Небольшая Вилла Говорила О Вкусе Того, Кто Ее Строил. Юноша, Не посмев Без Приглашения Проследовать Дальше Калитки, Остановился. Старая Сеньора Еще раз Поблагодарила Его, Но не Пригласила В дом. Трепеща От Волнения И Робкой Надежды, Винченце Смотрел На Лену Не в Состоянии Двинуться С места Или Что-либо Сказать И Старался Как Можно Дальше Отдалить Момент Прощания. Но Старая Сеньора Еще раз Поблагодарив Его Попрощалась. Медлить Было Больше Нельзя. И Винченце Наконец Отважился Попросить Разрешения Навестить Сеньору, Чтобы Справиться О Ее Самочувствии. Получив Такое Разрешение Он Лишь Взглядом Попрощался С Эленой. Та В свою Очередь Поблагодарила Его, И он, Сделав Над собой Усилие, Наконец Откланялся. Когда Он Через Рощу Спускался К Заливу, Перед Его Глазами Стоял Образ Элены, А в Ушах Звучал Ее Нежный Необыкновенный Голос. Сердце Его Трепетало Оттого, Что Она Совсем Близко, И он Даже Сможет Ее Увидеть Хотя Б Издалека, Если Она Выйдет На Балкон, Вдохнуть Глоток Свежего Прохладного Воздуха С залива. Это Заставило Юношу Час, А потом Другой Провести Вблизи Вилы. Он То Отдыхал В тени Сосен, То Спустившись К берегу Карабкался По прибрежным Камням, Неотступно Думая Об Элене, Ее Улыбке И Чарующем Голосе. Лишь К вечеру Он Наконец Вернулся Во дворец Маркиза Дививальди, Своего Отца. Задумчивый И Счастливый, Переполненный Воспоминаниями, Он Не Смел Даже Думать О том, Что Будет Дальше. Вернувшись Достаточно Рано, Он Смог Сопровождать Мать В ее Вечерней Прогулке В Экипаже По Набережной. Он Провожал Взглядами Каждый Экипаж, Проезжавший Навстречу Или Мимо В Надежде Увидеть Элену. Маркиза Дививальди Не Могла Не Заметить Состояние Сына И Его Необычную Мальчеливость И Попыталась Задавая Вопросы Удовлетворить Любопытство Матери. Короткие И Неохотные Ответы Сына Лишь Разжигали Ее Любопытство Винчеливость 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 Она Она Одновременно И Защищала Его И Делала Уязвимым Мать Винченца Из Не менее Знатной Семьи Тоже Гордилась Своим Именем И Положением В Обществе Но Это Была Гордость Другого Рода Это Скорее Была Спесь Знати Что Мало Имело Отношение К Таким Понятиям Как Добродетель Честь И Мораль Это Была Женщина Сильных Страстей Надменная И Мстительная Коварная И Вероломная И Искусная И Неутомимая В Преследовании Своих Целей И Горе Было Тому Кто Становился На Ее Пути Она Любила Своего Сына Как Единственного Отпрыска Двух Старинных Семей Но Не Так Как Любит Нежная И Преданная Мать Венчинца Был Во многом Похож На Отца И Совсем Мало Унаследовал От Матери Его Понятия О Гордости И Чести Были Столь Ж Возвышены И Благородны Уважение Вызывали В нем Справедливый Гнив Который Он Рад Был Усмирить Если Видел Искреннее Раскаяние Высокое Понятие Чести Делало Его Справедливым А Добрая Натура Всегда Готовым К Примирению Ибо Он Уважал Чувства Других На Следующий День Винченце Вновь Отправился На Виллу Алтиери Чтобы Справиться О Здоровье Тетушки Элены Синьора Бианки Предвкушая Встречу С Эленой С волнением И надеждой Вошел Он В калитку Сада И Даже Остановился Чтобы Унять Отчаянно Бившееся Сердце Попросив Встретившую Его Старую Служанку Доложить О себе Он Наконец Вошел В дом В небольшой Зале Его Уже Ждала Донь Я Бианки Сидевшая В кресле С клубком Шелковых Ниток В руках Которые Она Перематывала Стол Стоявший Перед Пяльцами Свидетельствовал О том Что Элена Только Что Покинула Залу Синьора Бианки Сдержанно Приветствовала Его И была Весьма Осторожна В своих Ответах Когда Юноша Справился О ее Племяннице Он Жа Не теряя Надежды Ждал Что Вот Вот Войдет Элена И Поэтому Старался Растянуть Свой Визит Хотя Казалось Он Уже Истощил Весь Запас Тем Для Разговора Наконец Донья Бианки Своим Молчанием Дала Ему Понять Что Визит Закончен Огорченный И Разочарованный Юноша Вынужден Был Откланяться Он Был Рад Тому Что Ему Удалось И Спросить Разрешение Вновь Нанести Визит Синьоры Бианки В ближайшие Же Дни Хотя Видел С какой Неохотой Она Это Сделала Покинув Дом Он То и Дело Останавливался На Дорожках Сада Оглядывался На Окна Вилы Не Мелькнет Ли За Узорчатыми Ставнями Милый Образ Элены Не Прячется Ли Она В густой Тени Платанов Но Все Напрасно Печаль И Удрученный Он Наконец Покинул Вилу Остаток Дня Он Решил Потратить На То Чтобы Разузы Узнать Что Можно О Семье Элены Но Узнал Всего Лишь То Что Она Сирота На На Попечении Тетушки Синьора Бианки Семья Ее Не Была Незнатной Небогатой И Ее Единственной Близкой Родственницей Была Тетушка Однако Винченца Не Знал Что Элена Собственным Трудом Содержала Себя И Престарелую Больную Тетушку У которой Кроме Небольшого Поместья И Вилы В которой Они Жили Никаких Доходов Более Не Было Элена Целыми Днями Сидела За Пяльцами Вышивая Шелком Для Монашек Соседнего Монастыря Ее Вышитые Вышитые Изделия Высоко Ценились И Охотно Раскупались Неаполитанскими Модницами Посещавшими Монастырь Юноша Даже Не Подозревал Что Тонкая Вышивка На Красивом Платье Которое Он Часто Видел На Маркизе Сделана Руками Элены А копии С гравюр Античных Руин В кабинете Отца Были Тоже Созданы Ею Даже Если бы Он узнал Об этом Его Чувство Коленей Не Изменилось Бы И ему По-прежнему Была Б дорогая Эта Девушка С которой Судьба Обошлась Столь Сурово Более Того Его Чувство Лишь Окрепло Хотя Он Понимал Как Воспротивится Его Семья Против Элены И С его Стороны Было Благоразумней Забыть О Ней Элена Готовая Переносить Бедность Однако Никогда Не смогла Бы Смириться С жалостью И Поэтому Всячески Скрывала Свои Занятия Которыми Вправе Была Гордиться Она Не стыдилась Их Но Содрогалась При Одной Мысли Что Кто-то Может Со Снисходительной Улыбкой Выразить Унижающее Ее Сочувствие На Которое Столь Щедры Богатые Она Была Слишком Молода И Неопытна Чтобы Воспитать В себе Презрение К этому И И Не 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 ухода за часто хворающей сеньорой Бианки и старалась всячески облегчить ее страдания. Та же платила племяннице искренней материнской любовью. Эллена не знала своей матери, умершей, когда она была еще младенцем. С тех пор сеньора Бианки заменила ей мать. В таком состоянии чистой невинности и тихого счастья от того, что она посильно может исполнять свои дочерние обязанности, пребывала Эллена в тиши и уединении виллы Алтиери, пока не встретила Винченце де Вивальди. Встреча с ним не могла не оставить следа в ее юной душе. Ее поразили его искренность и достоинство, открытое честное лицо, свидетельствующее о благородстве души. Но девушка не спешила принимать первое впечатление за нечто большее и искренне старалась забыть эту встречу. Она полностью отдавалась работе, стараясь восстановить прежний покой души. Тем временем Винченце, сам потерявший покой, продолжал наводить справки о Вилле Алтиери, и скудные и разноречивые сведения укрепляли его в решимости снова побывать там. Он решил сделать это вечером, когда темнота скроет его, и он сможет хотя бы мельком в окно увидеть Элену. У маркиза де Вивальди в тот вечер был прием. Заметив несколько странное поведение сына, его нетерпеливость и нервозность, она постаралась весь вечер держать его при себе, то и дело давая разные поручения, связанные с тем, что в этот вечер она собиралась познакомить гостей с новым произведением композитора, которого она открыла и которому теперь покровительствовала. Приемы маркизы считались самыми блестящими и многолюдными. Общество в этот вечер делилось на две группы. Тех, кто был поклонником вновь открытого композитора, и тех, кто оставался верен другому, уже хорошо известному. Предстоящий концерт должен был решить этот спор. Для маркизы этот вечер был чрезвычайно важным, ибо от исхода его зависела не только будущая репутация опекаемого ею композитора, но и в некотором роде и ее собственная. Улучив момент, когда можно было незаметно уйти, Винченце, закутавшись в плащ, покинул дворец и направился на виллу Алтиери, находившуюся в восточной части Неаполя, не столь уж далеко от дворца Вивальди. Он добрался туда никем незамеченной и, задыхаясь от волнения, вошел в сад через заднюю калитку. Освободившись от светских условностей отчего дома, оказавшись совсем рядом с Эленой, в первые несколько мгновений он ощущал неизъяснимую радость, словно уже увидел Элену и поговорил с ней. Но это состояние быстро прошло, и глубокая печаль вдруг охватила его, будто ему грозила разлука с той, кто была совсем рядом. Опустилась ночь, окна виллы не светились, и он понял, что ее обитатели уже спят. Надежда увидеть Элену угасла. И все же он был счастлив, что он здесь, что может войти в сад, приблизиться к окну и, может быть, случайно увидеть, как она открывает его и смотрит в темный сад. Преодолев преграду из густых кустов, он оказался перед портиком виллы. Была уже полночь, и казалось, что глубокую тишину не нарушает ни ласковый плеск моря внизу, ни приглушенное ворчание везувия, которое время от времени вспыхивал, как факел, освещая горизонт и снова газ. Величие ночи успокаивало, и юноша в священном трепете прислушивался к прерываемым долгими паузами вздохом огромного вулкана, похожим на рокот далекого грома. Внизу серебрилась гладь залива, были видны еле различимые контуры берегов и серые одиночные силуэты судов, бесшумно покидавших гавань. На безоблачном небе ярко горела полярная звезда, указывающая им путь. С залива дул легкий прохладный ветерок, еле колышущий верхушки могучих сосен. Откуда-то до слуха венчанца донеслись печальные звуки молитвы, сразу же привлекшие его внимание. Это было заупокойное. И юноша попытался определить, откуда льются эти звуки. Но вдруг они смолкли, словно растаяли в воздухе. Это показалось ему странным. Он вспомнил, что в некоторых провинциях Италии так отпевают умерших. И вместе с тем он был уверен, что совсем недавно слышал эту молитву. И вдруг вспомнил, что слышал ее в церкви из уст Элены, когда она молилась. Переполненный воспоминаниями, он еще больше углубился в сад и обошел виллу с другой стороны. Теперь, когда пение возобновилось, он не сомневался, что слышит голос Элены. Он остановился, как зачарованный, едва дыша, боясь упустить хоть единый божественный звук милого голоса. Сквозь густые заросли цветущих кустов слабо светилось окно. Узорчатые ставни были раскрыты. И в глубине комнаты, перед небольшим алтарем, он увидел коленопреклоненную Элену. Наконец она медленно поднялась с колен. Лицо ее светилось тихой радостью, когда она подняла опущенные глаза. Волосы, небрежно рассыпавшиеся по плечам, делали ее еще прекрасней. От легкой, похожей на тунику одежды, окутавшей ее стан, она казалась ему прелестной нимфой. Юноша был настолько потрясен и взволнован, что отчаянная мысль мелькнула в его голове. Тут же воспользоваться представившейся ему счастливой возможностью и признаться Элене в своих чувствах к ней. Но он вдруг замер, услышав, как ее уста произнесли его имя. Забыв об осторожности, он потревожил кусты цветущего клематиса перед окном и увидел, как девушка испуганно посмотрела в сад. Но густые ветви разросшихся кустов надежно скрывали его. А когда Элена подошла к окну, чтобы закрыть его, выдержка изменила юноши, и он невольно вышел из кустов. Элена замерла, лицо ее побледнело, но дрожащей рукой она захлопнула ставни и покинула комнату. Вместе с ней Винченце покинула надежда. Еще какое-то время он оставался в саду Виллы, в тщетном ожидании огонька в окне или звуков ее голоса, но так и не дождавшись, опечаленный побрел прочь. В голове роились мысли, которые должны были прийти ему раньше. Он понимал, сколь неразумны и опасны его попытки увидеть Элену. Его родители никогда не дадут согласия на его брак с девушкой не из их круга. В глубоком раздумье он продолжал свой путь домой, то решая отказаться от Элены, то впадая в полное отчаяние от этой мысли. Войдя под полуразрушенную арку развалин крепости над дорогой, по которой он следовал, он вдруг увидел перед собой фигуру человека в монашеской сутане. Лицо его под низко надвинутым капюшоном было в темноте неразличимо. «Сеньор», — вдруг промолвил незнакомец, — «за каждым вашим шагом суда следят. Вам не следует посещать виллу Алтиери». Сказав это, незнакомец также неожиданно исчез в темноте, не дав Венченце времени вынуть шпагу из ножен или преградить ему путь и потребовать объяснений. Он громко крикнул в темноту, надеясь, что тот вернется. Но видение исчезло. Весь оставшийся путь до дворца Вивальди юноша ломал голову над происшедшим, строя всяческие догадки. Он уже начал испытывать известное беспокойство и ревность, ибо почти готов был поверить, что получил предупреждение от соперника. И подобная догадка подтвердила, сколь небезразлично ему Элена и насколько неосторожны его действия теперь. Он решил, что должен немедленно открыться ей во всем и просить у сеньора Бианки руки Элены. Бедняга не мог предвидеть, какие тучи сгущались над их головами. Придя домой, он тут же узнал, что Маркизе известно о его внезапном уходе, и она неоднократно справлялась, вернулся ли он, и велела тут же ей доложить, когда он придет. Однако, так и не дождавшись, ушла в свои покои. Вслед за Винченца вернулся домой Маркиз, сопровождавший короля в одну из его поездок в загородную виллу. Всем своим видом Маркиз дал понять, что недоволен сыном. Но оба только обменялись парой незначительных враз и разошлись по своим комнатам. Винченца, заперся у себя, намереваясь все хорошенько обдумать, однако обуревавшие его чувства мешали работе разума. Он долго беспокойно ходил по комнатам, то мучаясь беспричинной ревностью, то с тревогой оценивая шаг, который намеревался сделать. Зная отца и некоторые черты характера матери, он имел все основания опасаться, что они решительно воспротивятся его желанию жениться на олене. Но то, что он их единственный сын и наследник, позволяло надеяться, что они поймут его и простят, несмотря на его выбор. К этим размышлениям примешивались опасения, что, возможно, Элена уже нашла своего суженого, и им, очевидно, был тот, кто повстречался ему у развалин крепости. Однако, вспомнив, как легко, словно вздох, слетело его имя с уст Элены, он вновь надеялся и сомневался. Даже если она примет его любовь, вправе ли он просить ее руки, если не уверен, что на их брак дадут согласие его родители? Если нет, то они с Эленой будут вынуждены хранить свою любовь в тайне. Согласится ли на это Элена? И согласится ли она войти в семью, где ее встретят враждебно и с пренебрежением? Утро не принесло облегчения, но решение он все же принял. Он готов был пожертвовать всеми удобствами и привилегиями своего происхождения ради счастья с Эленой. Теперь он должен убедиться в чувствах Элены к нему, нет ли у него соперника, а если есть, то кто он? Желать всего этого было намного проще, чем осуществить. Он мысленно строил всяческие планы, но боязнь оскорбить Элену и страх перед гневом родителей заставляли его отвергать один план за другим. В конец измученной сомнениями он решил открыться давнему другу, на которого во всем привык полагаться. Впрочем, ему нужны были не столько его поддержка и совет, сколько беспристрастное суждение. Однако его друг Бонармо, ничуть не усомнившись в своей способности давать советы, не задумываясь, предложил испытанный традицией способ спеть серенаду под окном любимой. Если девушка к нему расположена, она тут же даст ему знать, а если нет, то даже не подойдет к окну. Однако Винченце отверг этот совет друга, найдя его слишком грубым и недостойным Элены и способным лишь повредить ему. Бонармо, тем не менее, продолжал уговаривать друга и совсем павший духом Винченца, чтобы поскорее освободиться от мук неизвестности в отношении чувств Элены к нему, наконец согласился сделать это в тот же вечер. Спрятав лютню под плащами, закрыв лица, чтобы никто не мог их узнать, друзья в полном молчании направились на виллу Алтиери. Они уже минули арку, где прошлой ночью Винченца был остановлен незнакомцем. Как вдруг рядом, юноша услышал легкий шум и, открыв лицо, увидел фигуру в сутане. Не дав ему опомниться, незнакомец, подойдя вплотную, промолвил «Не ходите на виллу, вас подстерегает опасность». Голос его был глух и зловещ. «Какая опасность?» не выдержал Винченца, отступив назад. «Прошу вас, скажите». Но монах уже исчез. «Господи, помилуй!» испуганно прошептал Бонармо. «Невероятно! Надо немедленно вернуться в Неаполь. Ведь это уже второе предупреждение. Мы обязаны прислушаться к нему. Нет!» взволнованно воскликнул Винченца. «В какую сторону он ушел?» «Он прошел мимо меня так быстро, что я не успел его схватить». «Я все равно пойду на виллу, даже если мне грозит опасность», решительно заявил Винченца. «Продолжим наш путь, друг Бонармо». «Однако тот считал это неблагоразумным и убеждал Винченца вернуться». «У тебя бесспорно есть соперник», заключил он. «В этом случае твоя храбрость не спасет тебя от кинжала наемного убийцы», пугал он Винченца. Упоминание соперники переполнило сердце Винченца гневом и решимостью. «Если ты боишься, я иду один», твердо заявил он. Обиженный упреком в трусости, Бонармо неохотно последовал за другом. Вскоре они беспрепятственно достигли виллы и через знакомую Винченца калитку вошли в сад. «И где же твои наемные убийцы, Бонармо?» насмешливо спросил воспрявший духом Винченца своего друга. «Говори потише», остановил его осторожный Бонармо. «Они могут быть где-то рядом». «Тем хуже для них», расхрабрившись, воскликнул Винченца. «Приятели уже достигли теплицы, примыкавшие к дому, и, наконец, смогли перевести дыхание и приготовиться к задуманному. Ночь была тихая. Лишь где-то внизу слышался приглушенный гул далекой толпы. Внезапно небо осветила яркая вспышка фейерверка. Это в Королевской вилле на побережье праздновали день рождения одного из принцев неаполитанского двора. Вспышки огни то и дело освещали толпу зевак на набережной, гладь залива с крохотными суденышками, снующими взад и вперед, густые темные рощи на склонах и раскинувшиеся на холмах Неаполь. Плоские крыши домов были усеяны зрителями. Освещенную факелами набережную запрудили экипажи с гуляющей публикой. Пока Бонарма с интересом наблюдал за празднеством, Винченцо свой взор не отрывал от виллы, надеясь, что на балконе вот-вот появится Елена. Но напрасно. Вилла была погружена в темноту. Приятели сидели на траве у подножия апельсиновых деревьев, как вдруг услышали шелест тяжелых листьев, будто кто-то прошел, разводя ветви рукой. Вивальди окликнул, но в ответ последовала полная тишина. «За нами следят», — после выжидательной паузы, сказал Бонарма. «И, возможно, с кинжалом в руках. Не лучше ли уйти отсюда?» «Если бы не пронзила стрела любви мне сердце и не унесла покой», — чувственно продекламировал Винченце. «Убереги, Господь, моего друга от острого кинжала убийцы. Тебя все еще мучают предчувствия?» «Это не страх, поверь мне, а лишь благоразумие», — вспылил Бонарма. «Надеюсь, мне представится возможность доказать тебе это, когда ты меньше всего будешь думать об опасности». Обиженно закончил он. «Понимаю, друг. Тогда покончим с этим. А если я оскорбил тебя, ты вправе потребовать удовлетворения». «Конечно», — воскликнул Бонарма. «Даже если ценой удовлетворения станет кровь друга». Он никогда, никогда воскликнул впечатлительный Винченце и бросился на шею другу. «Прости, мой минутный гнев. Это все от моего состояния». Бонарма, в свою очередь, обнял друга. «Достаточно, не будем более об этом. Я снова прижимаю к сердцу моего друга Винченца». После этого страстного примирения они покинули апельсиновую рощу и приблизились к Вилле. Встав под балконом, нависшим над окном, где прошлым вечером Винченце видела Лену, молодые люди настроили лютни и запели в полголоса серенаду. У Винченца был красивый тенор, которому его чувства придали особую чистоту и печаль. Он вложил в звуки песни нежность, мольбу и всю искренность своего чувства. Никогда еще он не изливал так страстно свою душу. Но Элена не появилась на балконе и не подошла к окну с узорчатыми ставнями. Не услышали они и тихих аплодисментов. Винченца терялся в догадках. «Достаточно, окна вилы были по-прежнему темны. Ни единый звук не нарушил покоя ночи. Правда, об анармо в перерывах между куплетами слышались чьи-то голоса поблизости, будто кто-то в полголоса осторожно переговаривался, опасаясь быть услышанным. Он напряженно вслушивался, и ему чудилась опасность. Винченца уверял друга, что все это просто отголоски гомона толпы на набережной, доносимые сюда ветром. Но банармо не так легко было успокоить. Потерпев неудачу в первой попытке, юноши решили обойти дом с другой стороны. На ступенях террасы они повторили серенаду, но, увы, с тем же успехом. После новой неудачи, потеряв терпение и надежду тронуть сердце жестокой красавицы, они отказались от дальнейших попыток. Винченца, хотя и в самом начале мало веривший в успех этой затеи, теперь, однако, жестоко страдал от разочарования. Встревоженный состоянием друга, банармо пытался увещевать его и теперь столь же горячо утверждал, что у него нет соперников, как до этого утверждал в обратном. В конце концов, друзьям пришлось покинуть сад, хотя Винченца сопротивлялся и все еще ждал появления того, кто следил за ними, прячась в кустах. Со свойственным ему юношеским пылом он жаждал получить удовлетворение и объяснение непонятных угроз. Но благоразумный банармо решительно воспротивился, считая затею друга неразумной и опасной. Это лишь приведет к тому, убеждал он Винченца, что его тайна станет тотчас известно тем, кто меньше всего должен о ней знать. Разумеется, он имел в виду родителей Винченца. Однако урезонить юношу было трудно. Если этот дьявол в монашеской сутане снова повстречается мне на том же месте, он не уйдет от меня на сей раз. А если ему это удастся, я все равно его выслежу. Я буду подстерегать его так же упорно, как он подстерегает меня. Я укроюсь в развалинах крепости и буду ждать его, даже если это грозит мне смертельной опасностью. Продолжал упорствовать Винченца. Хотя Бонарма напугала та ярость, с которой он произнес все это, и особенно последние слова, прозвучавшие как клятва, он вынужден был уступить и более не спорил с другом, а лишь справился, хорошо ли тот вооружен. — Тебе может понадобиться оружие, Винченца. В саду виллы тебе грозила меньшая опасность, чем это может быть на развалинах. Ведь незнакомец предупредил тебя. При мне шпага и кинжал. — А ты, Бонарма, вооружен? — Тише! — шепотом предостерег его Бонарму, когда они обогнули выступ скалы, нависавшей над дорогой в Неаполь. — Мы приближаемся к арке. Вот она. Переброшенная через дорогу арка соединяла два выступа скалы, один из которых густо зарос сосной и дубом, у подножия другого лежали развалины древнеримского форта. Они молча осторожно ступали по каменистой дороге, с опаской поглядывая по сторонам и ожидая, что перед ними вот-вот бесшумно возникнет фигура зловещего монаха. Но никто не вышел им навстречу. — Мы пришли раньше его. — Облегченно вздохнул Вивальди, когда они укрылись под сводами арки. — Помолчи, друг, — остановил его Бонарма. — Кроме нас здесь могут прятаться и другие. — Это место мне не нравится. — От кого еще нам надлежит прятаться Бонарма? — Тоже шепотом спросил Винченце. — От разбойников? — Согласен, эти места словно созданы для них, но и мне они подходят для осуществления моей задачи. — Да, ты прав, это охотничьи места, согласился Бонарма. — Не лучше ли выйти на дорогу, где, по крайней мере, что-то видно? Но Вивальди справедливо заметил, что так они сразу себя обнаружат. — Если нас увидят, это нарушит все мои планы. Тот, кто мне нужен, должен появиться бесшумно и незаметно, или он не появится совсем. мы не должны его упустить. Сказав это, Вивальди отступил еще глубже в тень арки, к подножию лестницы, высеченной в скале и ведущей куда-то наверх. Бонарма последовал за ним. Они ждали в молчании. Бонарма о чем-то размышлял, Винченце же еле сдерживал нетерпение. «Ты веришь, что нам удастся схватить его?» Наконец прервал молчание Бонарма. «Он проскользнул мимо меня так бесшумно, будто он тень, а не живой человек». «Что ты хочешь этим сказать?» спросил Вивальди. «Я не боюсь признаться, что суеверен. Это место нагоняет такую тоску, что я готов поверить в привидение». Вивальди улыбнулся. «Согласись», продолжал Бонарма, «что он появился при обстоятельствах более чем странных. Откуда ему известно твое имя?» «Ты говорил, что в тот первый раз он назвал тебя по имени. Как он узнал, откуда ты и что будешь возвращаться этой дорогой в Неполь? Каким таинственным образом ему известны твои планы и намерения? «Я не уверен, что они ему известны», возразил Венчанца. «Но даже если это так, это отнюдь не означает, что для этого он прибегнул к помощи сверхъестественных сил». «Мне кажется, что того, что произошло сегодня вечером, вполне достаточно, чтобы убедить тебя в том, что он знает все о твоих планах», продолжал настаивать Бонарму. «Неужели ты веришь в то, что Элена, если бы ее сердце было свободным, осталась в такой степени равнодушной к серенаде, что не пожелала даже выйти на балкон или подойти к окну?» «Ты просто не знаешь Элену, друг Бонарму», горячо возразил Венчанце, «поэтому я прощаю тебе твои сомнения, однако в одном ты прав». «Она могла бы подать мне какой-то знак». В полном отчаянии вдруг согласился юноша и умолк. Незнакомец предупредил тебя. Он, видимо, знал, какой прием тебе будет оказан. Знал и об опасности, которые ты счастливо избежал в первый раз. «Да, очевидно, он знал», не сдержавшись, воскликнул Венчанце, забыв об осторожности. «Он и есть мой соперник и намеренно поселил в моей душе сомнения. Он специально облачился в наряд монаха, чтобы я всему поверил. неужели я буду покорно ждать его, прячась в темноте? Ради Бога, Венчанца, умерь свой гнев», взывал к его благоразумию Бонарма. «Вспомни, где мы находимся. Твои догадки нелепы». И он принялся успокаивать друга, пока тот наконец не взял себя в руки. Они долго еще стояли в напряженном ожидании, как вдруг Бонармо наконец различил в темноте, что по дороге от вилы Алтиери кто-то идет к развалинам. Приближавшийся человек ступал столь бесшумно, что его шагов не было слышно. Бонармо видел лишь приближающуюся тень, но вот незнакомец подойдя к арке остановился на дороге, где слабый свет звезд освещал его фигуру. Вивальди, глядевший в другую сторону, не видел его, а Бонармо, зная горячность друга, не спешил его предупреждать. К тому же он считал, что надо прежде убедиться в намерениях незнакомца и в том, что он именно тот, кого они ждут. Когда рост его и одежда убедили Бонармо, что перед ними тот, кто им был нужен, он легонько сжал руку Винченца. Но прежде, чем тот понял его жест, незнакомец, стоявший перед ними, словно растворился в сумерках ночи. Они не услышали ни шума шагов, ни шороха одежды, и поэтому были уверены, что он где-то здесь, рядом. Друзья продолжали ждать в полном молчании. Вскоре совсем рядом послышался легкий шорох, движение, и нетерпеливый Винченца, не выдержав, вышел из своего убежища подаркой и, протянув вперед руки, бросился в темноту, откуда послышался шорох. Во весь голос он потребовал от невидимого незнакомца назвать себя. В ответ наступила полная тишина. Бонармо, вынув шпагу, пригрозил проткнуть ею любого, кто посмеет приблизиться к ним. Тоже повторил Винченца, но ответа не последовало. Только друзьям показалось, что кто-то тихо скользнул мимо них. Дорога под аркой была достаточно широкой, чтобы по ней беспрепятственно разминуться, и незнакомец, видимо, воспользовался этим. Винченца бросился на дорогу, но она была пуста. «Кто-то прошмыгнул мимо нас совсем близко», шепотом произнес взволнованный Бонармо. «Мне кажется, я слышал шаги по лестнице, ведущей наверх в развалины». «Немедленно за ним» громко воскликнул Винченца и тут же стал подниматься по полуразрушенным ступеням, высеченной в скале лестнице. «Остановись! Ради Бога остановись!» испуганно вскричал Бонармо. «Опомнись, что ты делаешь?» «Не ходи туда!» «Не преследуй убийцу в его логове!» «Это он!» «Монах!» воскликнул Вивальде, продолжая подниматься по лестнице. «На этот раз он не уйдет от меня». Пока Бонармо у подножия лестницы решал, что ему делать, последовать ли за другом или ждать его здесь, Винченца уже исчез. Бонармо, испытывая странное чувство стыда и страха перед неизвестностью, наконец взял себя в руки и тоже принялся взбираться по осыпающимся под ногами ступеням на развалины и вскоре очутился на просторной террасе, идущей по всей длине арки, соединяющей два выступа скалы. Кое-где блюстрада терраса еще уцелела, так же, как и массивные кладки стены и бойницы. Терраса вела к сторожевой башне, увенчивающей противоположный склон, густо поросший соснами. Отсюда хорошо просматривалась дорога на Неаполь. Бонармо попробовал окликнуть Винченца, но ему ответил лишь эхо. После некоторых колебаний он решил углубиться в лабиринт развалин и даже обыскать сторожевую башню, контуры которой были слабо различимы на фоне скалы. Величественная, круглая, она являла собой образец мощи и неприступности. Войдя под уцелевшие своды крепости, Бонармо очутился в полной темноте. Он еще несколько раз громко окликнул Винченца, но, не получив ответа, решил вернуться на дорогу. Неожиданно откуда-то до него донесся чей-то голос, и, всмотревшись, он увидел выбежавшего из развалин человека со шпагой в руках. Это был Винченца. Обрадованный Бонармо бросился к нему. Винченца был бледен и задыхался от быстрого бега. Прошло какое-то время, прежде чем он отдышался и смог отвечать на вопросы. До этого он, казалось, не слышал их. «Уйдем отсюда!» — наконец воскликнул он. «И как можно скорее!» С удовольствием охотно согласился Бонармо. «Но где ты был все это время?» «Я вижу, что с тобой что-то стряслось». «Не спрашивай меня!» «Уйдем отсюда!» — повторил Вивальди. Когда они спустились вниз и снова очутились подаркой, Бонармо, чтобы развеселить друга, полушутя спросил его, не собирается ли он сторожить здесь всю ночь? Винченца так громко сказал «Нет», что тот испугался. Немедля друзья покинули свое убежище подаркой и вышли на дорогу. Бонармо не переставал засыпать вопросами друга, но Винченца упорно отмалчивался. «Это был монах?» «Ты его нагнал», допытывал Самбонармо, поражаясь молчанию друга. «Не знаю, что и думать», «наконец, медленно и нерешительно сказал Винченца, «я ничего не понимаю». «Следовательно, ты упустил его?» «Потом поговорим». «Но меня не это тревожит». «Завтра вечером я снова буду здесь, но уже с факелом». «Ты согласен сопровождать меня, Бонармо?» обратился Винченца к другу. «Не знаю, стоит ли мне это делать, Винченца. Я не знаю твоих намерений». «Не хочу принуждать тебя, Бонармо». «А о моих намерениях ты знаешь». «Значит, ты не нашел незнакомца». «И по-прежнему не знаешь, кто он». «Да, не знаю». «И завтра надеюсь узнать и положить конец всем сомнениям». «Не понимаю тебя, Винченце», удивился Бонармо. «Я только что видел, в каком состоянии ты покинул развалины крепости Полуция, и тем не менее ты снова собираешься сюда прийти, и почему-то ночью». «Днем намного безопасней». «Не знаю», «Бонармо», ответил Винченце, «разве ты не заметил, что в эти подземелья не проникает дневной свет». «А мы должны их осмотреть». «Поэтому что днем, что ночью здесь без факелов не обойтись». «Если там так темно, то скажи мне, друг, как тебе удалось оттуда выбраться», удивился Бонармо. «Сам не знаю. Я был слишком потрясен, чтобы раздумывать над этим. Я шел словно ведомый чьей-то рукой». «В таком случае сюда надо приходить только днем», убежденно заявил Бонармо. «Если я соглашусь пойти с тобой, то это будет только днем. Было бы безумием приходить сюда ночью. Это место бесспорно облюбовано разбойным людям разного рода. Они покидают свои убежища только ночью». «Я буду ждать его на том же месте», упрямо стоял на своем Венченце, «и готов прибегнуть к крайним мерам, если понадобится. А днем это невозможно. К тому же я должен быть здесь именно тогда, когда сюда приходит монах». «Ты упустил его», повторил Бонарма. «Ты по-прежнему не знаешь, с кем имеешь дело». На это Венченце ничего не ответил, а лишь еще раз спросил Бонарма, согласен ли он сопровождать его. «Если нет, то я должен найти кого-нибудь», пояснил он. Бонарма обещал подумать. Он сообщит о своем решении не позднее вечера следующего дня. К этому времени друзья уже достигли дворца Вивальди и распрощались. Глава вторая «Оливия» «И что тогда?» Виола «У вашей двери сплел бы я шалаш, к моей душе взывал бы к той, что в доме, писал бы песни о любви несчастной и громко пел бы их в безмолвии ночи». Шекспир двенадцатая ночь поскольку венчанца так и не удалось догнать незнакомца и получить от него объяснение, чтобы избавиться от терзавших его сомнений, он решил снова посетить виллу Алтиери и на этот раз открыто признаться Элени в своих чувствах к ней. Он так и поступил утром следующего дня и, прибыв на виллу, велел прислуги доложить о нем сеньоре Бианке, но в приеме ему было отказано. С превеликим трудом он уговорил старую служанку еще раз передать хозяйке виллы его просьбу уделить ему всего несколько минут. На этот раз он был впущен в дом и проследовал за служанкой в комнату с алтарем, где накануне через окно видел молящуюся Элену. Однако теперь комната была пуста. Служанка попросила его подождать, когда выйдет сеньора Бианке. Пока он ждал, нетерпение все сильнее охватывало его. Перед глазами возникал образ коленопреклоненной Элены, а сама комната казалось была полна ею. Он был уверен, что она покинула ее совсем недавно. Он скользил глазами по всем предметам, которых ее рука, и каждый из них становился для него святыней. Дрожащей рукой он коснулся лютни, издавшей нежный звук, и ему казалось, что это живой голос Элены. На мольберте он увидел неоконченный рисунок и понял, чья рука провела эти тонкие изящные линии. Это была копия с фресок Геркуланума, танцующая нимфа. Он поразился, с какой легкостью, верностью и изяществом переданы все движения танца, и оценил незаурядность таланта того, кто сделал эту копию. Приглядевшись к другим рисункам на стенах, он с удивлением обнаружил, что во многом это двойники тех гравюр, что украшают кабинет его отца. До сих пор он считал их подлинниками. Да, несомненно, здесь была Элена. Только ее руками мог быть составлен этот букет цветов в вазе. Волнение Винченца было столь сильным, что его вдруг охватил страх и захотелось убежать, но уже послышались шаги, и сердце его замерло. Сеньора Бианке была менее всего похожа на человека, пред которым так следовало бы трепетать, но именно это испытывал бедный юноша. Робким шагом, с тревогой ожидания в глазах, пошел он ей навстречу и почтительно склонился над протянутой ему болезненно-бледной рукой. Он со страхом уловил недовольные нотки в ее голосе, когда она поздоровалась. Она была сдержана, а Винченце понадобилось время, чтобы овладеть собой и объяснить цель визита. Когда он понял, что его появление здесь не было неожиданностью, он еще более растерялся. Сеньора Бианки спокойно и с достоинством выслушала его взволнованное признание в чувствах к ее племяннице и о его серьезных намерениях. «Меня не может не беспокоить», начала она, как только Винченцо умолк, «как отнесутся к этому ваши родители?» Говорила она медленно и спокойно. «Пожелают ли они породниться с людьми нашего круга? Я хорошо знаю, как дорожат Маркиз и Маркиза Дививальди знатностью своего рода. Ваше решение не придется им по душе. Возможно, вы даже пожелаете держать его втайне, но я должна предупредить вас, сеньор Винченце, что, не будучи вам равной по происхождению, Элеонадия Розальба обладает не меньшим чувством гордости и собственного достоинства». Отчитанный таким образом, юноша окончательно потерялся, и его отчаяние было столь очевидным, что сеньора Бианки, которую уже начали одолевать совсем другие, более земные мысли, смягчилась. А думала она о том, что уже стара и обременена недугами, и может статься так, что Элена останется совсем одна на этом свете. С ее красотой, неопытностью и доверчивостью она может оказаться жертвой зла и обмана. Все это живо предстало в воображении тетушки, и она подумала, что в таких случаях можно пренебречь некоторыми из условностей, если на карту поставлено счастье и благополучие Элены, и безопаснее ее отдать под опеку человека благородного и во всех отношениях достойного. Если отказаться от предубеждений и согласиться на тайную помолвку, а затем бракосочетания, Венчатца и Элены, то не исключено, что появление Элены в семье жениха в конце концов увенчается ее скорым признанием и прощением, которых ее племянница не может не заслужить. Но прежде сеньора Бианке считала необходимым самой удостовериться в полной искренности юноши и в своем доверии к нему. Поэтому добрая старушка пока благоразумно решила не огорчать его решительным отказом. Однако в свидании с Эленой, о чем он так просил, она ему все же отказала, не желая торопить события. На его сбивчивый вопрос, нет ли у него соперников и не предпочитает ли ее племянница кого-либо другого, старая сеньора ответила несколько туманно и неопределенно, чтобы, с одной стороны, умерить настойчивость юноши, и с другой не вселять надежды, которые могут и не сбыться. Винченца несколько успокоенной беседой с сеньорой Бианки откланялся. однако он понимал, что пока еще не получил ответ на мучившие его вопросы о сопернике, о том, как относится к нему Элена, но тем не менее был счастлив тем, что получил разрешение посетить еще раз виллу и побеседовать с сеньорой Бианки. Он решил это сделать на следующий же день и теперь гадал, как доживет до этого счастливого момента. Так, погруженный в свои волнения и переживания, он достиг развалин. Оглядываясь вокруг, он как бы ждал, что увидит снова своего мнимого или настоящего загадочного соперника, но дорога была пуста, развалины молчали, и юноша продолжил свой путь домой. Сегодня вечером, думал он, я окончательно все выясню. Дома его ждала записка отца, в которой тот просил никуда не уходить и дождаться его возвращения. Винченце не мыслил не исполнить просьбу отца, день был на исходе, а отца все не было. Маркиза лишь неодобрительно посмотрела на сына, выразив этим свое недовольство и порицание за поведение в последние дни и полностью нарушила все его планы на вечер, попросив сопровождать ее в портику. Это означало, что он не сможет встретиться вечером с Бонармо и узнать о его решении, готов ли он снова сопровождать его на виллу Алтиери. Весь вечер Винченце провел с матерью в портику, а вернувшись узнал, что отец так и не появлялся. Он терялся в догадках, зачем он понадобился отцу и о каком неотложном деле тот должен был с ним поговорить. Наконец запиской дал знать о себе Бонармо. Он отказался сопровождать его в крепость ночью и еще раз предупреждал, что до добра это не доведет. Лишившись таким образом спутника, Винченце решил пока отказаться от визита в крепость, но на виллу Алтиери был намерен пойти во что бы то ни стало. Взяв лютню, он незаметно через сад вышел из дома несколько ранее намеченного им часа. Солнце только что ушло за горизонт и край неба все еще рдел. На юго-западе были хорошо видны очертания Везувия, вулкан в темной дымке сумерек был спокоен. Винченце, подходя к задней калитке сада, слышал далекие голоса портового люда. Войдя в сад, он увидел светящиеся окна вилы, и сердце его затрепетало от надежды увидеть сегодня Элену. Но он взял себя в руки и, замедлив шаг, дал себе успокоиться. Однако на душе было тревожно. Его мучил стыд, что он так тайком через удобную заднюю калитку проник в сад и этим посигнул на покой Элены. Однако соблазн увидеть ее был слишком велик. он подошел к дому со стороны теплицы через тенистую апельсиненовую рощу. И вдруг в садовом павильоне у распахнутого окна увидел Элену. Она сидела, держа лютню в руках и, видимо, была погружена в свои дорогие ей раздумья. Он вспомнил, что однажды уже видел это мечтательное выражение на ее лице. Это было тогда, когда она еле слышно произнесла его имя. Сердце его радостно защемило, и он тотчас готов был выйти из темноты сада и пасть к ее ногам. Губы девушки разомкнулись, и она опять произнесла какие-то слова, словно беседуя сама с собой. О, это нелепая гордыня знати, предрассудки, способные разрушить все. Нет, я никогда не войду в семью, где я нежеланна. Пусть они знают, что и у меня есть своя гордость. О, Винченца, если бы не эти преграды! Винченца, услышав эти горькие слова, замер, не в силах шелохнуться. Он словно впал в транс, но звуки лютни и первые слова песни привели его в чувства. Девушка пела ту серенаду, которую он исполнял вчера вечером под ее окном. Она пела так нежно и проникновенно, столько чувств вкладывала в слова и звуки, будто прочла в них больше того, что вложил в нее сам ее создатель. Едва она успела допеть первый куплет, как Винченца повторил его на своей лютне, и его приглушенный голос не смог скрыть глубины его чувств. «Элена!» Сразу узнав его голос, сначала побледнела, потом вспыхнула, и Винченца испугался, что она сейчас потеряет сознание. Однако он не отважился войти в беседку. Девушка, придя в себя, жестом руки остановила его и поднялась со скамьи. Испугавшись, что она уйдет, юноша попросил ее остаться и выслушать его. «Это невозможно!» испуганно воскликнула она. «Выслушайте меня, прошу вас, скажите лишь, что я не противен вам». Торопливо молил ее Вивальди, что мое вторжение не лишит меня того доверия, которое вы мне только что выказали, произнеся мое имя. «О, нет, нет, никогда нетерпеливо прервала его девушка, забудьте об этом. Я сама не помню, что говорила. Элена, могу ли я забыть это? Эти слова будут согревать меня в часы горького одиночества, станут моей надеждой и поддержкой. Я должна уйти, сеньор. Я более не могу оставаться здесь. Не удерживайте меня. Я не должна была вам позволить заговорить со мной». Все это она произнесла торопливо, строгим голосом, но уголки губ уже тронула улыбка. Однако прежде чем он опомнился, она покинула павильон. Он бросился за ней, но она уже исчезла в густых зарослях сада. С этой минуты он словно переродился. Мир казался ему прекрасным раем. Ничто отныне не может помешать его счастью с Эленой. Никакое зло или невзгоды не в силах помешать им любить друг друга. Не чувствуя ног под собой, возвращался он в Неаполь, забыв о зловещем монахе и не желая более встречаться с ним. Родителей дома не было, и он был предоставлен самому себе и своим сладостным воспоминаниям, в которые немедленно погрузился. Он был счастлив, что никто ему не мешал ходить по комнатам, забыв о сне и сочинять любовное письмо Элени. Сочиняя, он одно за другим подвергал их критике и тут же уничтожал. Одни были слишком длинны, другие слишком коротки. Но наконец, когда забрежил рассвет и в доме проснулась прислуга, он закончил то, что удовлетворило его, и, вызвав слугу, незамедлительно отправил его с письмом на виллу Алтиери. Однако же не успел слуга выйти за ворота, как Винченце уже бежал за ним, вспомнив, что не сказал Элени самого главного, но слуга уже ушел. В таком состоянии отчаяния и недовольства застал его посыльный от отца, передавший ему, что маркиз и желает его видеть. Он понял, что у отца наконец нашлось время выполнить свое намерение поговорить с сыном. Винченце почти уже не сомневался, о чем пойдет речь. Я намерен поговорить с тобой, сын мой, надменно, с подчеркнутой строгостью начал маркиз. Разговор пойдет о делах, имеющих важное значение для твоей чести и твоего будущего. Я также хочу дать тебе возможность опровергнуть те слухи, которые крайне обеспокоили бы меня, если бы я решил им поверить. К счастью, я слишком доверяю своему сыну, чтобы сделать это, ибо знаю, как он понимает свой долг перед тем, что дорого семье и ему самому, и поэтому он не сделает ни одного опрометчивого шага. Цель моей беседы с тобой получить опровержение тех слухов, что дошли до меня. Этим ты дашь мне возможность должным образом возразить тем, кто счел необходимым уведомить меня об этих слухах. Винченце с нетерпением выслушал это пространное введение в беседу отца с сыном и, наконец, поинтересовался, о чем идет речь. Ходят слухи, наконец, перешел к делу маркиз, о некой молодой особе по имени Элена Розальба. Кажется, так ее зовут. Знаешь ли ты ее? Знаю ли я ее? О, продолжайте, отец, прошу вас. Маркиз посмотрел на сына суровым взглядом, в котором, однако, мелькнуло любопытство. Говорят, что эта молодая особа с помощью ее хитроумных уловок сумела привлечь твое внимание и... Это правда, отец, что сеньора Розальба привлекла мое внимание, но без всяких уловок с ее стороны. Прошу не перебивать меня, сын. Сам, перебивая юношу, сказал рассерженный маркиз. Утверждают, что она приложила немалые усилия, чтобы понравиться тебе, и сделала это не без помощи родственницы, с которой проживает. Она навязала тебе унизительную роль своего пылкого поклонника. Сеньорина Розальба оказала мне честь, разрешив стать ее поклонником, отец, вспылил юноша, не в силах сдержать искреннее негодование. Но маркиз не дал сыну продолжить. «Значит, ты признаешь свой проступок, сын? Я горжусь своим выбором, отец. Мой юный друг», продолжал, еле сдерживая себя маркиз, «если это строптивость и романтическое увлечение мальчишки, я готов простить тебе, но только в первый и последний раз, и при условии, что ты признаешь свою ошибку и откажешься от этого увлечения. О, Господи, отец, ты должен немедленно прекратить встречи с ней», настаивал в конец рассерженный маркиз, «и чтобы доказать тебе, что я не только строг, но и милостив, я готов дать тебе небольшую сумму денег, чтобы ты возместил девице ущерб, которой ты уже нанес ее репутации». «О, Боже, милосердный!» скричал юноша, едва веря тому, что слышит. «Ущерб?» От гнева и возмущения у него перехватило дыхание. «Возможно ли это? Кто посмел очернить честное имя невинной девушке, подобной ложью и наветами?» «Ответьте мне, отец, кто осквернил ваш слух столь подлой ложью, чтобы я мог отомстить негодяю?» «Вознаграждение?» «О, Элена!» Слезы нежности и любви звучали в его голосе, когда он произнес дорогое ему имя. «Мой юный друг», недовольно прервал его маркиз, обеспокоенный, разгневанный, столь бурным проявлением эмоций. «Я не из тех, кто легко верит каждому дошедшему до меня слову, но в этом случае у меня есть серьезные основания поверить в это. Тебя ввели в заблуждение, но из гордости и самолюбия ты будешь утверждать обратное до тех пор, пока я, воспользовавшись своим правом отца, не смогу открыть тебе глаза. Откажись от нее, сын, а я обещаю тебе доказательства, которые подтвердят глубину твоих заблуждений». «Отказаться от нее?» повторил неверя своим ушам Винченцо, и в голосе его звучала уже та воля и энергия, которую никогда прежде не подозревал в сыне маркиз. «Отец, вы всегда доверяли мне и не ставили под сомнение мои слова? Поверьте мне и сейчас, Элена ни в чем не повинна, ни в чем!» «О, Господи, в этом я не сомневался и никогда не буду сомневаться. Разве я думал, что когда-то мне придется перед кем-то отстаивать ее доброе имя и честь?» «Сожалею об этом», холодно заметил маркиз. «Я верю тебе, но верю и тому, что ты искренне заблуждаешься, говоря о добродетели девушки после своих ночных визитов к ней. Ты подумал о том, что ты уже сделал ее несчастной, мой мальчик? Как сможешь ты искупить свою вину перед ней, когда ты уже бросил тень на ее репутацию? Как?» «Я считаю ее достойной быть моей женой», решительно и твердо заявил Винченце с просветленным лицом и смелостью человека, который уже принял важное для себя решение. «Ты собираешься жениться на ней?» В полном замешательстве вскричал Маркиз, но его минутная растерянность тут же сменилась гневом. «Если ты позволишь себе зайти так далеко, сын мой, и забудешь о чести семьи и своего рода, я отрекусь от тебя», с искренним негодованием произнес Маркиз. «Но почему отец?» в отчаянии воскликнул бедный юноша. «Разве то, что я встал на защиту невиновности той, которую люблю и которую защитить более некому, вы расцениваете как забвение сыновнего долга? Почему нельзя соединить оба столь благородных долга вместе? Я всегда почитал долгом порядочного человека восставать против зла, защищать униженных и восхвалять добродетель, и вы учили меня этому, отец. Если потребуется, я готов поступиться другими, менее значительными своими обязательствами ради того, чтобы защитить то, что близко и дорого каждому человеческому сердцу, отстаивая главное, я этим защищаю честь рода, отец. «Чего стоят твои принципы, коли они учат тебя неповиновению отцовской воли?» раздраженно возразил Маркиз. «Если они несут бесчестье твоей семье, где нет греха, там нет и бесчестья, отец», возразил сын. «К тому же бывают ситуации, когда неповиновение само по себе может быть актом благородства». «Странная мораль», сказал Маркиз с явным раздражением. «Весь этот романтический вздор характеризует не только тебя, но и твоих друзей, и ту, которую ты так рыцарски защищаешь». «Известно ли вам, сеньор?» Переходя на официальный тон, с пафосом произнес Маркиз, «Что вы принадлежите семье, а не семья принадлежит вам. Вы лишь хранитель ее чести и традиций, не более, и поэтому не вольны распоряжаться собой, как вам заблагорассудится. Моему терпению пришел конец». В такой же степени иссякло терпение юного Винченца, вынужденного отражать непрекращающиеся яростные нападки на репутацию Элены. Это было тем труднее, что он, несмотря на свой праведный гнев, вынужден был все время сдерживаться и помнить, что перед ним его отец. К сожалению, оба Вивальди имели самые противоположные представления о границах сыновнего долга. Для отца это было беспрекословное подчинение, для сына понятие сыновнего долга включало стремление к взаимному уважению и пониманию, особенно когда речь шла о таких важных делах, как счастье и брак по любви. Они расстались, затаив обиду и раздражение друг на друга. Винченце так и не удалось узнать от отца, кто этот низкий клеветник и доносчик, который посмел бросить тень на репутацию любимой девушки. И смутная непонятная тревога вдруг овладела юношей. Маркиз Ди Вивальди тоже не добился от сына обещания никогда более не видеться с Эленой Ди Розайба. И вот еще несколько часов тому назад счастливый, готовый забыть прошлые страхи и думать лишь о радужном будущем, смелый и независимый в своих решениях, Винченца вновь был ввергнут в пучину неизвестности и душевных страданий. Разлад с отцом грозил быть затяжным и мучительным, и это угнетало его. Он любил отца, и в другое время сознание, что он мог так прогневать его, доставило бы немало мучений его совести, но не теперь. Отец слишком грубо и непочтительно отозвался о той, кого Винченца так высоко чтил и любил. Не собираясь расставаться с надеждой, что все уладится, юноша, однако, думал сейчас лишь о том, как отомстить клеветнику. Сам, зная, с чем он столкнется, объявив о своем намерении жениться на Элене, он, тем не менее, жестоко страдал от того, что произошло между ним и отцом. Отец был слишком несправедлив в колене. Это еще более укрепило Винченца решимость видеться с ней. Чувство нежной любви к ней, однако, на время было оттеснено страстным желанием немедленно расквитаться с обидчиком. Прежде всего, надо найти негодяя. Внезапно вспомнились слова отца, свидетельствующие о том, что он прекрасно осведомлен о вечерних визитах сына на виллу Алтиери. В новом свете предстали и странные предупреждения монаха. Бесспорно, это он следил за каждым его шагом. Он и есть тот, кто бросил тень на их чистые отношения с Эленой. Еще совсем недавно он готов был считать эти предупреждения полудружескими советами. Теперь же все выглядело иначе. А тем временем в душе Элены тоже не было покоя. В ней боролись любовь и уязвленная гордость. Знай, Элена, что произошло между отцом и сыном во дворце Вивальди, с ее сомнениями было бы покончено. Она, не раздумывая, позволила бы гордости победить в ее сердце это робкое и еще не окрепшее полудетское чувство привязанности к прекрасному юноше. Синьора Бианки, разумеется, рассказала племяннице о цели визита Винченца, но скрыла от нее все возможные осложнения, с которыми могут встретиться молодые люди, если объявят о своей помолвке. Но она все же обмолвилась о том, что семья Винченца возможно не очень будет рада этому браку. Испуганная Лена тут же призналась тетушке, что предвидела это и даже рада, что тетушка отказала Винченца. Но печальный вздох, слетевший с ее уст, говорил об обратном и побудил сеньору Бянке тут же сказать, что, собственно говоря, она не отказала Винченца окончательно, а оставила ему надежду. Это привело к тому, что в дальнейшей беседе Элена поведала тетушке о своем робком чувстве к юноше и вынесла на ее бесспорный суд все свои сомнения. Она уже не столь решительно утверждала, что обстоятельства, задевшие ее гордость, так уж существенны и неустранимы. Сеньора Бянке, разумеется, скрыла от племянницы собственные причины, побудившие ее благосклонно выслушать Винченца Дививальди. Элена с ее благородным сердцем и неискушенным умом едва ли сочла бы возможным, чтобы в таком святом деле, как брачный союз, кроме чувств, учитывались бы и иные соображения. Раздумывая над тем, как важен этот брак для Элены, старая сеньора решила и дальше не противиться визитам Винченца на виллу Алтиери. Она намеревалась помочь Элене разобраться в своих чувствах. Конечно, Элену пугало то, что ей придется тайным образом войти в семью Вивальди. Однако, сеньора Бианки, обеспокоенная своим ухудшающимся здоровьем, была намерена поторопить события и по возможности уговорить Элену не откладывать помолвку на срок более долгий, чем это было бы разумным. В тот вечер, когда Винченца неожиданно появился в саду и Элена так неосторожно выдала свои чувства к нему, она взволнованная и испуганная во всем открылась тетушке. Поэтому на следующее утро, когда письмо Винченца простое и искреннее произвело свое впечатление на Элену, сеньора Бианки незамедленно воспользоваться этим и снова побеседовала с племянницей. Винченца после разговора с отцом провел весь остаток дня в своих комнатах, строя планы, как отыскать того негодяя, который посмел так неблагородно воспользоваться доверием его отца. Вечером он снова отправился на виллу Алтиери, но уже не для того, чтобы тайком спеть любимой серенаду, а открыто быть принятым сеньорой Бианки. На этот раз она встретила его не столь сдержанно и холодно, как накануне. Заметив, что юноша чем-то встревоженно озабочен, она объяснила это неуверенностью его в ответных чувствах Елены. Поскольку ничто уже не удивляло и не настораживало в его поведении добрую старушку, она решила дать бедному влюбленному еще больше надежд. Винченца с тревогой ждал, что тетушка снова заведет разговор о его родных и их отношении к Элене. Однако сеньор Бианки решил, видимо, пощадить его. Этот его визит продолжался значительно дольше, и Винченца ушел почти успокоенный, хотя опять не увиделся с Эленой. Девушка была слишком расстроена намеками и недомолвками тетушки, когда речь заходила о семействе в Вивальде, что предпочла не присутствовать на беседе Винченца с тетушкой. Вернувшись домой, Винченца был крайне удивлен, узнав, что мать в этот вечер дома и хочет его видеть. В будуаре матери его ждала та же сцена, что произошла и в кабинете отца, с тем только отличием, что Маркиза была более изощренной и коварной в своих вопросах и лучше владела собой. Винченца еще раз убедился, как умеет его мать соблюдать этикет даже в самых сложных семейных обстоятельствах. Скрывая раздражение и даже гнев, она сумела ввести сына в заблуждение относительно того, как она отнеслась к его проступкам. Она не была резка, не журила, и не прибегала к откровенным угрозам. Она подчеркивала, что верит в его благоразумие и в то, что он не сделает шагов, способных вызвать губительные последствия. Винченца ушел от матери, не убежденной ни ее доводами, ни ее предостережениями. Он не намеревался менять свое решение. Знай он лучше свою мать, он бы не был столь спокойно уверен, что все обойдется. А тем временем Маркиза, не добившись открытым путем своей цели, решила действовать тайно. Для этого ей нужны были советы и помощь того, в кого она верила, и кто согласится быть исполнителем всего, что она задумала. при этом ею руководили не разум и проницательность или же подлинное знание истинной натуры того, на кого она решила во всем полагаться, а всего лишь безошибочное чутье, что он столь же коварен и порочен, как и она, и ей легко будет найти в нем понимание. В Доминиканском монастыре Святого Духа в Неаполе каноник отец Скидоне был достаточно известен. Он был итальянцем, о чем свидетельствовала его фамилия, но более этого о нем никто ничего не знал. Сам он предпочитал хранить тайну своего происхождения, что подтверждали многие обстоятельства. Например, он никогда не говорил о своей семье, не произносил имен родственников, если они у него были, не называл место, откуда он родом. Он умело избегал любых разговоров на эту тему, и если кто-то проявлял излишнее любопытство, тут же уходил. И все же бывало так, когда его поступки или вырвавшиеся пусть одно лишь слово выдавали в нем человека знатного происхождения, но претерпевшего многие удары судьбы. За замкнутой внешностью угадывался незаурядной силы дух, однако никто из монахов монастыря не мог бы припомнить его великодушие, а скорее всего все видели в нем мрачную гордыню неудачника. Появление его в монастыре вызвало интерес и толки. Некоторые считали, что его странное появление замкнутости любовь к одиночеству, а также постоянное покаяние это следствие пережитой драмы, угнетающей его неукротимый дух. Другие же были склонны считать все его поведение муками раскаяния за совершенное страшное преступление. Иногда он уединялся на несколько дней и тогда избегал любого общения. А если в такие дни и вынужден был общаться, то вел себя как человек полностью отрешенный от внешнего мира. Никто не знал, удалился ли он в свою келью после вечерней молитвы или совсем исчез из монастыря, хотя за ним был установлен негласный надзор и все места, куда он в таких случаях удалялся, были известны. Никто никогда не слышал из его уст жалобы или недовольства. Старшие братья в монастыре хвалили его за способности к учению, но никто никогда не отмечал его прилежания. Ему порой аплодировали за тонкость и глубину аргументов в диспутах, но часто подмечали, что он не способен узреть истину даже там, где она лежит на поверхности. Он мог идти к ней через лабиринт самых изощренных аргументаций, но терял ее из виду, когда она была перед ним. В сущности, истина его не интересовала. Он не хотел постичь ее в открытой и честной борьбе, но любил испытывать свои способности и изощренную хитрость поисков ее, когда приходилось преодолевать искусственно созданные преграды. В конце концов, привыкший к ухищрениям и подозрению, его испорченный ум не мог уже принимать за истину все простое и понятное. Среди знавших его никто не испытывал к нему симпатии, многие просто не любили его, а еще больше было тех, кто явно опасался его. Внешность его была необычной, однако если он и производил впечатление, то отнюдь не своей привлекательностью, хотя он был высок и излишний худ, руки и ноги у него были непропорционально велики, в черной сутане своего монастырского ордена он невольно внушал страх, ибо было в нем что-то не от человека. Тень от низко опущенного на лоб капюшона падала на его и без того темное с грубыми чертами лицо, подчеркивая его недоброе выражение, мрачный взгляд больших подернутых печалью глаз отпугивал. Это не была печаль чувствительного уязвленного сердца, а скорее печаль мрачной и озлобленной натуры. В лице его было что-то такое, что сразу трудно было определить. Зримые следы пережитых страстей как бы навсегда застыли на его лице и исказили его черты, не покидавшие его мрачное выражение, проложило глубокие борозды морщин. Пронзительный взгляд, казалось, проникал в душу каждого, словно хотел выведать все самое сокровенное. Редко кто выдерживал этот взгляд, а многие просто стремились лишний раз не заглядывать в эти глаза. И все же, несмотря на мрачность и неприветливость, на его лице, хотя и чрезвычайно редко, но вдруг появлялось то, что могло бы рассказать об истинной натуре этого замкнутого и мрачного человека. Это случалось тогда, когда кто-то пробуждал в нем интерес. Тогда он разительно менялся, чутко улавливал все особенности характера и темперамента собеседника и старался понравиться ему. И это обычно ему удавалось без особых усилий. Этот доминиканский монах по имени Скидони был духовником и неизменным советником маркизы Девевальди. Узнав о недостойном поведении сына и его намерении жениться на простолюдинке, вознегодовавшая и уязвленная маркиза поспешила тут же попросить совета у своего духовника. Она знала, что он как никто способен понять ее и помочь ей. От маркиза не ускользнуло сходство их характеров и она сразу поняла, как они могут быть полезны друг другу. Скидони тоже это знал и тонко и искусно использовал эту дружбу. Семейство Девевальди имело имя и влияние при дворе и Скидони имел право рассчитывать на достойное вознаграждение за свои услуги. Маркизе также льстило частое присутствие монаха в ее доме, придававшее ему еще большее благочестие и известность. Маркиза и ее духовник, каждый движимый своими интересами и страстями, не посвятив в это главу дома, приступили к исполнению своего плана. Винченцо, покидая будуар матери, встретил Скидони в коридоре. Тот, видимо, шел к Маркизе. Винченцо знал, что монах является духовником матери, и поэтому ничуть не удивился, увидев его здесь, хотя время было слишком позднее для таких посещений. Скидони, проходя мимо, поклонился, придав своему лицу смиренное и благочестивое выражение. Однако Винченцо, окинув его внимательным взглядом, невольно содрогнулся от недоброго предчувствия. Глава третья. Ты существуешь? Не небожитель? Добрый дух или злой? Коль скоро стынет кровь моя от страха, скажи, кто ты такой? Шекспир, Юлий Цезарь. Винченцо стал постоянным гостем сеньора Бианки на вилле Алтиери. Наконец к их беседам начала присоединяться и Элена. Тетушка, хорошо зная свою племянницу и наблюдая за молодыми людьми, пришла к заключению, что деликатность и такт образованного юноши оказывают на стеснительную и целомудренную Элену куда большее впечатление, чем красноречивые признания. Веди Винченцо себя иначе, возможно, он отпугнул бы Элену, и она могла отказать ему. Пока же опасность этого с каждым днем уменьшалась. Винченцо часто навещал их, и они проводили время в тихих задушевных беседах. Теперь сеньора Бианко полагала, что следует окончательно убедить Винченцо в том, что у него нет соперников. До сих пор Элена решительно отвергала любые попытки нарушить ее покой и уединение. Что касается ее сдержанности, смущающей Винченца, то тетушка объяснила ему это скорее тем, что гордая Элена всегда помнила об отношении к ней семьи Винченца. Обнадеженный этим объяснением, юноша лишь терпеливо ждал, когда она наконец поверит в святую искренность его чувств. В этом ему как могла помогала сеньора Бианки, чьи разговоры о достоинствах Винченца Элена выслушивала со все большим вниманием. Так прошло несколько недель. И наконец Элена, уступив настоятельным советом тетушки, к собственной радости согласилась признать официально ухаживание Винченца Девевальди. Она почти уже не думала о его семье, а если ей вспоминала об этом, то с уверенностью и надеждой, что все непременно образуется. Теперь молодые влюбленные в сопровождении тетушки и ее дальнего родственника сеньора Джотте нередко совершали прогулки по живописным окрестностям Неаполя. Винченца был счастлив, что более не требуется скрывать его помолвку с Эленой, и он может появляться с ней совсем открыто. Он всячески старался восполнить тот урон, который был нанесен ее репутацией его тайными визитами на виллу. Ее чистота и доверчивость усиливали это чувство вины перед ней и его преданную любовь. Все это вытеснило из его головы все мысли о родителях и их гниве. Молодые люди побывали в Пицоте, Бае, на зеленых холмах Пуазолина, совершили несколько вечерних прогулок по лагуне, где слушали мелодичные звуки гитар, пения виноградарей или рыбаков, отдыхавших после трудового дня. В тихих волнах лагуны отражались темные густые купы деревьев и одинокие полуразрушенные вилы у самой кромки воды. На горизонте виднелись парусники, уходящие в море. Однажды вечером, когда они сидели втроем в саду, в павильоне, где когда-то Винченцо невольно услышал тайное признание, слетевшее с устой Лены и сделавшее его таким счастливым, Винченцо отважился наконец попросить сеньора Убианки ускорить их бракосочетание с Леной. Старая сеньора на этот раз уже не противилась. Здоровье ее сильно пошатнулось в последнее время, и с каждым днем она чувствовала себя все хуже. Уставшим и печальным взором глядела она на знакомые холмы, закатное солнце над лагуной, разноцветные паруса судов у причалов и рыбачьей лодки, возвращающиеся из Санта-Лючии домой с вечерним уловом, величественную древнеримскую башню в конце мола, на которую косо падал луч заходящего солнца. Все было до боли знакомо, но уже не радовало сердце и не приносило как прежде отдохновения. Увы, печально произнесла она, как прекрасно уходящее на покой солнце, как тихо и покойно вокруг. Боюсь, мне уже недолго любоваться этим. В ответ на мягкие упреки Лены тетушка высказала свое пожелание видеть Лену счастливой и устроенной и внезапно добавила, что надо поспешить с бракосочетанием, пока она еще жива. Элена, напуганная мрачными предчувствиями тетушки и той прямотой, с которой она все сказала в присутствии Венченца, в смятении и испуге разрыдалась. Юноша, между тем, казалось, во всем понимал тетушку. «Не надо плакать, дорогое дитя», говорила та. «Времени у меня действительно мало. Я чувствую это, не буду скрывать. Исполни мою просьбу, прошу тебя, и свои последние дни я проведу в покое». Затем, помолчав немного, она взяла Элену за руку. «Наша разлука, дорогая, будет тяжким ударом для нас обеих». «Да, это так, сеньор», сказала она, повернувшись к Винченце. «Элена мне как дочь, а я надеюсь, была ей доброй, любящей матерью. Представьте, что будет с ней, когда меня не станет. Только ваша близость и забота могут помочь ей легче перенести утрату». Винченце, бросив на нее встревоженный взгляд, хотел было что-то сказать, но старая сеньора продолжила. «Я не говорила бы об этом так спокойно, если бы не знала, что отдаю мое дитя в добрые и надежные руки. Вам, сеньор Винченце, вручаю я судьбу моей девочке, заботьтесь о ней, оберегайте ее от всех бед и превратностей судьбы, как старалась делать я. Я бы многое еще сказала, но я слишком устала». Винченце взволнованно слушал тихий слабый голос сеньора Бианки и со щемящим чувством стыда вспоминал, что уже успел стать невольным виновником первых невзгод Элены, допустив, чтобы недавние слова его отца задели ее честь. Гнев к отцу и нежность к Элене переполняли сердце, и он мысленно дал клятву отныне всячески оберегать ее и заботиться о ней, беречь ее покой и доброе имя. Сеньора Бианки молча взяла руки Винченца и Элены и соединила их. На лице юноши она без слов прочла чувства, овладевшие им в эту минуту. Подняв на нее глаза, он торжественно поклялся беречь и любить Элену с той же нежностью и заботой, как это делала она. Он чувствовал, какие крепкие узы связывают его теперь с любимой, более крепкие и прочные, чем даже узы церковного брака. Страстность и сила, с которой юноша произнес слова клятвы, не оставили и тени сомнений в душе сеньора Бианки. Элена не в силах унять рыдания не промолвила ни слова, но, отняв платок от глаз, посмотрела на Винченца сквозь слезы, и на губах ее мелькнула слабая улыбка, столь трогательная и доверчивая, что она сказала ему больше любых слов. Перед тем, как покинуть виллу, Винченца имел еще одну беседу с сеньорой Бианки. Было решено, что венчание состоится на следующей неделе, если Элена даст на это согласие. Об этом он узнает завтра. Переполненный радостью, юноша пустился в обратный путь. Радость была несколько омрачена тем, что, едва войдя в дом, он был тут же приглашен в кабинет отца. Винченца догадывался, о чем пойдет речь. Когда он вошел, Маркиз, погруженный в глубокие раздумья, не сразу заметил его. Подняв глаза на сына, в которых отразились и растерянность, и гнев, Маркиз сурово изрек, глядя на него. Ты продолжаешь упорствовать в своем безрассудстве, сын, несмотря на все мои предупреждения. Я дал тебе достаточно долгий срок, чтобы ты обдумал все и достойным образом отрекся от того, что ты назвал своими принципами и намерениями. Но я не упускал тебя из виду. Мне известно, что все это время ты продолжал бывать на вилле столь же часто, как и прежде, чтобы видеться с этой несчастной девушкой. Мне известно, что ты по-прежнему увлечен ею. Вы имеете в виду девушку, которую зовут Синьорина Ди Ризальба, ваша светлость, ответил Винченцо. Она не несчастна, а мои чувства к ней остались неизменными. Почему, дорогой отец, вы так противитесь счастью своего сына, воскликнул Винченцо, подавив в себе гнев, вызванный тоном отца? Почему продолжаете так несправедливо судить о той, которая бесспорно заслуживает не только моей любви, но и вашего восхищения и уважения? Я не в том возрасте, сын мой, чтобы бездумно поддаваться чувствам, сурово заметил Маркиз. Я не юнец, как видишь, и не могу закрывать глаза на очевидные факты. Я верю тем доказательствам, которые у меня есть, а они убеждают меня в том, что я прав. Какие же доказательства так легко убедили вас, отец, скричал Винченцо, что могло столь разительно повлиять на ваше доверие ко мне? Маркиз опять сурово отчитал сына за неповиновение и строптивость, и хотя он был многословен и красноречив, это не привело к взаимопониманию между отцом и сыном. Маркиз продолжал бездоказательно обвинять во всем Элену и пугал сына отцовским гневом. Винченцо самоотверженно защищал ни в чем неповинную девушку и убеждал отца в искренности и глубине своих чувств к ней. Маркиз был непреклонен и опять не пожелал назвать имя своего тайного осведомителя. Винченцо ничуть не пугали угрозы отца, честь Элены была для него превыше всего, и он мужественно противостоял всем наветам. Маркиз снова ничего не добился. Гнев и угрозы не помогли ему там, где преуспели бы отцовское понимание и любовь, которые скорее могли бы пробудить в юноше сыновнее чувства и, возможно, поколебали бы в душе Винченцо его отчаянную решимость. Но, увы, такого не произошло. Винченцо более не испытывал ни колебаний, ни сомнений. Отец предстал перед ним высокомерным деспотом, посигнувшим на его священное право на личное счастье, оскорбивший и оговоривший беззащитную и ни в чем не повинную Элену на основании злостных наветов какой-то ничтожной личности. Поэтому Винченцо не мог испытывать ни угрызений совести, ни сожаления за свое непослушание. Теперь он был полон решимости ускорить свой брак с Эленой. Только это может сделать его счастливым и спасти Элену от дальнейших оскорблений. На следующий день он отправился на виллу Алтиери. Синьора Бианки должна была поговорить с Эленой и назначить день свадьбы. Задумавшись, он не заметил, как дошел до того места, где Арка словно перерезала своей тенью дорогу, и в ту же минуту услышал голос «Не ходите на виллу, там смерть». Знакомая фигура в сутане исчезла так же быстро, как и появилась. Прежде чем Винченцо опомнился, он был снова один среди развалин. В полном отчаянии он крикнул «Чья смерть?» Но кругом была тишина. Он хотел было броситься на поиски исчезнувшего монаха, но тут же понял, что благоразумнее всего следует немедленно поспешить на виллу. Каждый, знавший о недомогании сеньора Бианки, подумал бы, что несчастье случилось с ней, но Винченцо испугался за Элену. В его сметенном мозгу мелькнула страшная мысль, что кто-то покусился на жизнь Элены. Он уже видел ее распростертой на полу в луже крови, ее мертвенно-бледное лицо и угасающий взор, полный мольбы и упрека, тщетно взывающая помощь. Когда он наконец достиг садовой калитки, охватившее его отчаяние было столь велико, что силы изменили ему, и он почувствовал, что не может вставить ключ в замок калитки. Наконец, овладев собой, он вошел в сад и приблизился к дому. Вилла с закрытыми ставнями казалась необитаемой. Обогнув ее, он поднялся по ступеням портика и лишь тогда услышал слабые звуки причитаний, доносившиеся из дома. Не раздумывая более, он бросился к двери и заколотил в нее. Ему пришлось повторить стук в дверь несколько раз, прежде, чем она наконец открылась. На пороге он увидел старую служанку Беатрису. Та, увидев его, не дожидаясь расспросов, горестно запричитала. «О, сеньор, горе нам! Кто мог подумать, что ей станет так худо? Еще вчера вечером вы видели ее живой и здоровой. Кто мог подумать, что сегодня смерть отнимет ее у нас?» «Она умерла?» в ужасе воскликнул венчанца и, войдя в вестибюль, невольно прислонился к колонии, почувствовав, как слабеют его ноги. Беатриса, напуганная его состоянием, поспешила поддержать его, но он, овладев собой, отстранил ее. «Когда она умерла?» спросил он, задыхаясь. «Почему? Где она?» «Здесь, сеньор?» «Здесь, дома?» постаралась успокоить его служанка и разрыдалась. «Думала ли я, что мне придется оплакивать смерть моей госпожи, что она уйдет первой, а я останусь?» печально сокрушалась преданная служанка. «Отчего она умерла?» прервал ее венчанца. «Когда это случилось?» «Сегодня в два часа ночи, сеньор?» «О, злосчастный день! Зачем ты принес горе в этот дом?» «Все, мне уже лучше», сказал венчанца. «Проводите меня к ней, я должен видеть ее». «Не мешкайте, ведите меня к ней», нетерпеливо приказал он. «О, сеньор, это так ужасно, зачем вам видеть ее?» «Она на себя не похожа», снова запричитала Беатриса. «Ведите меня к ней», повысил голос венчанца, «Иначе я сам найду дорогу». Старушка, испугавшись его вида и голоса, более не останавливала его, но только попросила позволить ей сначала доложить о его приходе. Но венчанца не стал ждать этого. Он следовал по анфиладе комнат с затемненными ставнями окнами, засеменившей впереди служанкой. «Наконец, та остановилась у двери последней комнаты и с тревогой посмотрела на него, обеспокоенная его состоянием. Но венчанца уже овладел собой и смело переступил порог. Приблизившись к постели, он вдруг увидел коленно-преклоненную фигуру у изголовья и вздрогнул. «Это была Элена. Она жива!» Девушка испугалась, увидев его. Но у него не было ни сил, ни времени объяснять ей, почему он здесь. К тому же он боялся, что в эту скорбную минуту не скроет своей радости, что Элена жива. Он пробыл у ложе усопшей сеньора Бианки совсем немного, но сделал все, чтобы утешить и успокоить Элену. Затем, оставив ее одну, поспешил отыскать Беатрису, чтобы расспросить ее об обстоятельствах скоропостижной смерти сеньора Бианки. Из ее слов он узнал, что сеньора, когда, как всегда, удалилась вечером в свои покои, чувствовала себя, как обычно. «Это случилось ночью, сеньор, наверное, около часа ночи. Я проснулась от странного шума в комнате госпожи», продолжала Беатриса. «Мне стыдно, сеньор, но я поначалу даже рассердилась, что меня будет в такой час, да простит меня святая Дева Мария за это, сеньор». Сначала я не хотела вставать с постели, даже попыталась снова уснуть, как вдруг опять услышала шум. «Нет», решила я, не иначе, как кто-то забрался в дом. Конечно, я испугалась, сеньор, но тут вдруг услышала голос молодой сеньоры, звавшей меня. «О, моя бедная девочка, на ней лица не было». Она стояла в моих дверях, дрожащая и бледная, как мел. «Беатриса», вскричала она, «Моя тетушка умирает!» И, не дожидаясь моего ответа, снова в комнату сеньоры. «Святая Мария, я думала, что потеряю сознание». «Но что случилось с тетушкой?» нетерпеливо воскликнул Винченце, прерывая пространное повествование старушки о собственном самочувствии. «О, моя бедная госпожа!» «Я думала, что у меня не хватит сил дойти до ее комнаты, но когда я все же полумертвая вошла туда», продолжала верная себе Беатриса, «и увидела ее, лежащую на постели, я не могу передать вам, что я почувствовала. О, бедная, бедная моя госпожа!» Я сразу поняла, что она умирает. Она пыталась что-то сказать Элене, но не могла, хотя была в полном сознании. «Видели бы вы, сеньор, какими глазами она смотрела на молодую сеньору и как она пыталась сказать ей что-то важное! У меня сердце разрывалось от жалости к ней, ее что-то мучило!» И до последнего вздоха она пыталась высказать это. Она схватила Элену за руку «И видели бы вы ее молящие глаза!» Бедная девочка была в таком отчаянии, она так рдала, бедняжка! Еще бы! Она теряла такого друга! Второго такого ей не найти! «Она обретет друга не менее верного и любящего, поверьте мне!» не выдержав страстно воскликнул Винченце. «Может небо жалится над ней и так оно и будет, сеньор!» печально закивала головой старая служанка. «Мы сделали все, что могли для старой госпожи!» «Но все было напрасно!» продолжила она свой печальный рассказ. Бедняжка даже не могла проглотить лекарства, которые пытался дать ей доктор. Она так быстро слабела, время от времени из ее груди вырывался долгий печальный вздох, и тогда она крепко сжимала мою руку. Наконец она оторвала свои глаза от Элены, взор ее помутнел, и казалось, что она более уже никого не видит. «О, сеньор, я видела, что жизнь покидает ее, она более не сжимала мою руку, и я уже почувствовала, как холодеют ее пальцы». В считанные минуты ее лицо так изменилось. Это было около двух часов ночи, сеньор. Когда приехал духовник, все уже было кончено. Умолкнув, Беатриса заплакала. Винченция, сам готовый разрыдаться какое-то время, не мог вымолвить ни слова. А ему необходимо было расспросить, каковы были симптомы столь внезапного и резкого ухудшения здоровья сеньора Бианки, и случалось ли это с ней прежде. «Никогда, сеньор», заверила его Беатриса, когда он наконец обрел дыхание и спросил ее. Хотя недомогала она уже давно, и здоровье ее все больше ухудшалось. «Однако, сеньор, что однако?» быстро спросил Винченцо. «Даже не знаю, что и думать, сеньор, о такой скорой смерти. Конечно, я не могу утверждать, не может вы посчитаете это вздором, но тут было так много странного. Говорите яснее, Беатриса, вам нечего бояться, что я высмею вас», взволнованно обратился к ней юноша. «Я вам верю, сеньор, но что будет, если станет известно, что это я вам сказала? Никто ничего не узнает, Беатриса», заверил ее Винченцо, еле сдерживая нетерпение. «Не бойтесь и расскажите мне все, что вас беспокоит». «Тогда я прямо скажу вам, сеньор, что мне не нравится, как умерла госпожа, не нравится и то, как изменилось ее лицо после смерти. «Говорите яснее, Беатриса», повторил Винченцо, «и по делу». «Увы, сеньор, есть люди, которые не понимают, когда им говорят прямо, как я сейчас делаю». «Так вот, я не верю, что сеньора умерла своей смертью». «Что?» воскликнул пораженный Винченцо. «Какие у вас основания так говорить?» «Я уже назвала их, сеньор, мне не нравится, что она так внезапно и быстро скончалась, не нравится ее вид, и боже праведный воскликнул в отчаянии Винченцо. «Ее отравили?» «Тише, сеньор, тише, я не стану утверждать этого, но умерла она не своей смертью». «Кто приходил к сеньоре Бианке в последнее время?» спросил Винченцо дрогнувшим голосом. «Увы, сеньор, никто не приходил, она жила очень уединенно». «Никто?» переспросил Вивальди. «Вспомните хорошенько, Беатриса, никто, кроме и вас, и кузена Джотта. Еще была у нас монахиня из монастыря, которая забирает вышивки у молодой сеньоры». «Вышивки? Из какого монастыря?» «Санта Мария Тель Пианто, сеньор, он здесь, неподалеку от нас, за садами, что спускаются к заливу, заливковой рощи. Может, сеньор даже видел его? Как давно она заходила к вам? Недели три назад. Вы уверены, что больше никто за это время здесь не бывал? Уверена, сеньор, разве что рыбак, который принес рыбу, да садовник. Был еще лавочник, который доставляет нам макароны. В город ходить далеко, да и времени у меня нет. Значит, три недели назад, вы так сказали, Беатриса, вы уверены в этом? Да, сеньор. Вы думаете, мы постились тут все эти три недели? На вилу то и дело кто-то заглядывает чуть не каждый день. Я говорю о торговцах. Я спросил вас о монахине. Ах, да, сеньор, простите. Это было недели три назад. Странно, задумчиво произнес Винченца. Мы еще поговорим с вами об этом, Беатриса. А теперь сделайте так, чтобы я смог взглянуть на сеньору Бианке. Только сеньорина Элена ничего об этом не должна знать. И никому не говорите о ваших догадках, Беатриса, даже молодой госпоже. Как вы думаете, у нее нет таких же опасений, как у вас? Беатриса поспешила успокоить его. Нет, у Элены не возникло никаких подозрений. Служанка пообещала выполнить его просьбу и как можно скорее. После этого Винченца покинул виллу, мрачно раздумывая над случившимся. на ум то и дело приходила мысль, что между внезапной смертью сеньора Бианки и странными предупреждениями Монако существует какая-то связь. Наконец, совсем неожиданно он пришел к выводу, что этот таинственный незнакомец есть никто иной, как Скидони, который в последнее время так зачастил во дворец Вивальди и буквально не покидает покоев матери. Эта догадка вызвала у него неподдельный ужас, и он понял, что отныне не будет знать покоя. Хотя он гнал от себя эту мысль как наваждение, она упорно возвращалась. Он постарался припомнить голос, походку и весь облик таинственного монаха и сравнивал его с духовником матери. Иногда мелькала мысль, что это мог быть кто-то посторонний, взявшийся следить за ним по поручению Скидони или маркиза Дививальди. Возмущенный до глубины души недостойным поведением своих скрытых и коварных недругов, он принял решение обличить этого низкого преследователя и заставить его во всем сознаться или же рассказать ему, кто побудил его следить за ним и с какой целью. Теперь он был почти уверен, что его преследователь скрывается где-то в руинах крепости Полуце. Он не переставал думать и о том, что рассказала ему Беатриса о монашенке из соседнего монастыря, но не мог найти причину, почему кто-то из монашек хотел бы причинить злое лень, которое, как он понял, в течение нескольких лет находилось с ними в наилучших отношениях. Вышивки по шелку, о которых упомянула старая служанка, во многом объясняли характер этих отношений и многое говорили о нелегких обстоятельствах жизни скромных обитателей виллы Алтиери. Это еще больше укрепило в нем уважение и чувство глубокой нежности к девушке. Но мысль о подозрениях Беатрисы не давала покоя. Она казалась порой нелепой, а порой вполне вероятной и возможной. Кому нужна была смерть этой во всех отношениях безупречной женщины? Какие причины толкнули кого-то к столь чудовищному и жестокому поступку? Сеньора Бианке действительно недомогала, но столь внезапная смерть и странные ее обстоятельства и многое, что ей предшествовало, заставляли венчанцем мучиться сомнениями. Он надеялся, что, увидев тело усопшей, он, возможно, избавится от терзавших его подозрений. Беатриса пообещала, что, если он вернется на виллу вечером, когда Элена уйдет к себе в спальню, он сможет побывать в комнате сеньора Бианки. Его мучило сознание, что он должен тихо, как вор, проникнуть в дом своей возлюбленной и делать это втайне от нее в минуты неутешной скорби. Но это необходимо было сделать, чтобы узнать истинную причину смерти сеньоры Бианки. Это сейчас казалось ему самым главным. Итак, поиски монаха придется снова отложить. Глава четвертая Открой же эту тягостную тайну, из-за нее в разладе ты с душою. О, Олпол, таинственная мать. Вернувшись домой, Венченца справился у себя ли Маркиза, ибо намеревался расспросить ее о Скидоне. Правда, он мало надеялся на то, что мать захочет полностью удовлетворить его любопытство, но все же полагал, что хоть что-нибудь да узнает. Маркиза была в будуаре и не одна. С нею был ее духовник. Этот человек вечно стоит на моем пути, как злой гений, невольно подумал юноша, входя в комнату матери. Скидоне был настолько поглощен беседой с матерью, что не сразу заметил появление Венчанца, который, остановясь на пороге, с любопытством смотрел на изборожденное глубокими морщинами лицо священника. Беседуя, тот держал взор потупленным, но в его застывших резких чертах были жестокости коварства. Маркиза с величайшим вниманием слушала то, что говорил ей Скидоне, близко склонив к нему голову, словно боялась упустить хоть одно слово. На лице ее были раздражения и недовольство. Их беседа никак не походила на исповедь, а скорее на очень важный для обоих разговор. Венченце наконец перешагнул порог и вошел в комнату. Скидоне тут же поднял глаза, но выражение лица его ничуть не изменилось, когда его взгляд и взгляд юноши встретились. Он встал, но, кажется, не торопился уходить и лишь коротким кивком ответил на довольно нелюбезное приветствие Венченце. Все говорило о том, что духовник знает себе цену, а в его манере чувствовалось сознание собственного превосходства. Маркиза при виде сына слегка смутилась, и резкая складка между бровями стала еще глубже. Это говорило о ее недовольстве неожиданным приходом сына, однако она тут же попыталась это скрыть улыбкой, которая понравилась Венченце еще меньше. Скидонежа преспокойно снова опустился в кресло и с легкостью светского человека заговорил о каких-то пустяках. Венченце оставался сдержанным и молчаливым. Он не знал, как начать разговор, который, как он надеялся, мог бы многое прояснить. Маркиза же, похоже, не собиралась прийти на помощь сыну. Его глаза и уши в конце концов помогли ему, если не получить нужную информацию, то во всяком случае сделать кое-какой вывод. Прислушиваясь к низкому тембру голоса Скидони, он был почти уверен, что он едва ли похож на голос его непрошенного советчика из развалин крепости Полуце, хотя понимал, что голос очень легко изменить. Да и ростом Скидони был выше, чем незнакомец, хотя что-то в его облике делало их похожими. Винченце склонен был объяснить это одинаковым монашеским одеянием, видимо, оба были монахами одного ордена. Что касается черт лица, то Винченце ничего не мог сказать определенного, ибо не видел лица незнакомца, неизменно спрятанного капюшоном. У Скидони капюшон сейчас был отброшен и лицо его было открытым, но Винченце вспомнил, каким видел вчера духовника, когда тот покидал покой матери. Его лицо было тоже скрыто капюшоном и тогда сходство его с таинственным преследователем Винченца было достаточно большим. Фантазия тут же услужливо воссоздала в памяти весь зловещий образ загадочного монаха из развалин. Однако Винченца тут же остановил себя. Все лица монахов под капюшонами кажутся одинаковыми. Это окончательно смутило Винченца. И все же одна деталь давала ему ключ к разгадке. «Если монашеская сутана и капюшон делали всех одинаковыми, то в этом и кроется разгадка. И это и должно ввести его в заблуждение». Винченца тут же решил задать Скидоне несколько вопросов, чтобы проверить, как он воспримет их. указав на одну из гравюр, украшавших будуар матери и изображавших древние руины, он небрежно заметил, что неплохо было бы пополнить коллекцию матери изображением развалин крепости Полуцца. «Вы, кажется, недавно побывали там, святой отец?» добавил он, пристально вглядываясь в лицо Скидоне. «Да, это довольно величественное зрелище», согласился духовник. «Особенно арка», продолжал Винченце, не сводя глаз со Скидони. «Она соединяет два утеса, на одном из которых высятся развалины крепости, а другой густо порос сосной и дубом. Очень живописно. Но на такой гравюре к месту было бы изобразить еще живописного разбойника, притаившегося среди камней, чтобы неожиданно напасть на путника или же одинокую фигуру монаха в черной сутане, укрывшегося под темными сводами арки вестника опасности и беды, ждущих каждого, кто случайно забредет туда. Лицо Скидони оставалось невозмутимым. «Великолепная картина», похвалил он. «Я поражен богатством вашей фантазии и той легкостью, с какой вы соединили разбойника с монахом. Простите, святой отец, я не собирался проводить какую-либо параллель между ними. полно тесеньор, я такого и не подумал», произнес Скидони с улыбкой, в которой было что-то недоброе. Во время беседы, если этот короткий обмен фразами можно было назвать беседой, вошедший слуга вручил письмо маркизе, и та покинула комнату, оставив их вдвоем. Винченце решил воспользоваться этим и продолжить разговор. «Похоже, что развалины в полуце привлекают не столько разбойников, сколько священнослужителей. Каждый раз, когда я проходил мимо них, мне встречался монах. Он появляется и исчезает столь внезапно, что мне кажется, будто это призрак. «Поблизости от крепости есть монастырь ордена кающихся грешников», спокойно пояснил духовник. «Их одеяние похоже на ваше, святой отец?» «Я заметил, что тот монах, о котором я упомянул, одет такую же сутану, как ваше. Мне даже показалось, что он одного с вами роста и вообще весьма похож на вас». «Допускаю», спокойно ответил Скидоне. «Все монахи похожи друг на друга. Однако у братьев из монастыря окающихся грешников сутаны из мешковины, украшенные особой эмблемой в виде черепа. Не заметить этого вы не могли. Это знак их ордена. Если вы его не заметили, то этот монах принадлежит другому ордену». «Нет, не заметил», чистосердечно признался юноша. «Но это не имеет значения. Все равно я намереваюсь познакомиться с ним и высказать все, что я думаю о нем. И надеюсь, на этот раз он не сделает вид, что не услышал меня». «Что ж, если у вас есть на то причины, то почему бы не сделать это?» глубокомысленно заметил Скидоне. «Следовательно, если на это есть причина, говорите вы?» «А разве грешно сказать правду даже без особых причин? Неужели нужно, чтобы только обида побуждала людей к откровенности?» Юноше казалось, что он почти достиг цели, и Скидоне понимает, о чем он говорит. «Позвольте, святой отец, разве я говорил, что мне нанесена обида?» вспылил наконец свинчанца. «Если вы достаточно осведомлены обо мне, то должны знать, что вопросы оскорбленной части я предпочитаю решать иным способом. Итак, вы считаете, что я говорил об обиде?» «Я это понял по вашему тону и немногим словам», сухо ответил монах. «Когда человек раздражен, речь его становится сбивчивой. Это означает, что в нем говорит ущемленное самолюбие, а тому должна быть причина, реальная или воображаемая, это уже не столь важно. Поскольку я не имею чести быть посвященным вашей тревоге, я не могу судить, насколько они обоснованы». «Не сомневаюсь, святой отец», вызывающе произнес Винченце, «и поверьте, что в любом случае я искал бы совета не у вас». Но тревоги, увы, реальны, и теперь мне кажется, я знаю, кто в них виновен. «Тайный советчик, втершийся в доверие почтенного семейства, чтобы ложью разрушить в нем мир и спокойствие, гнусный клеветник, посягнувший на святую невинность. Вот он сейчас передо мной». Винченце произнес эти слова со всей страстностью, присущей его искренней натуре. Однако он не терял самообладание и достоинства. Он был уверен, что нанес удар, скидунив самое сердце. Но выдержка или гордыня позволили тому сохранить хладнокровие. Однако Винченце видел, что это дается ему с великим трудом, ибо лицо монаха потемнело еще больше от еле скрываемой злобы. Винченце понял, что видит перед собой человека губительных страстей, способного на любое преступление. Он невольно отступил назад, словно при виде гадюки, поднявшей голову. Сам того не ведая, юноша однако неотрывно глядел в глаза монаха, будто тот его заворожил. Скидунь быстро овладел собой. Лицо приняло спокойное выражение и краска отлила от него, однако взгляд его был жесток и надменен. Сеньор, не будучи осведомленным о причинах вашего раздражения, произнес он многозначительно «Я, однако, не могу понять, почему оно направлено против меня». «Не стану строить догадки», добавил он, повысив голос, «что побудило вас высказать мне в лицо столь оскорбительное предположение. Однако я выдвинул их против автора гнусных клеветнических измышлений», перебил его Винченце. «Вам же, святой отец, лучше знать, имеют ли они к вам какое-либо отношение или нет». «Что ж, в таком случае у меня претензий к вам нет», ловко вывернулся Скидони с таким поразительным спокойствием, что это просто обескуражило Винченце. «Если они направлены против некоего автора ложных измышлений, ваше объяснение меня вполне удовлетворяет». Самодовольство, с которым он произнес эти слова, заставило Винченце снова усомниться в верности своих заключений. «Невозможно, чтобы человек, знающий о совершенном им зле, мог с таким спокойствием и достоинством выдержать град обвинений». Юноша в душе корил себя за горячность и поспешность своих заключений в отношении Скидони, человека уже немолодого, к тому же в сане священника. Даже свирепое выражение его лица юноша уже готов был великодушно объяснить уязвленной гордостью и скорбью по поводу чьей-то грубости. Под влиянием столь противоречивых чувств бедный Винченце де Вивальди готов был даже попросить прощения у святого отца. Он, в сущности, тут же и сделал это столь же горячо и искренне, как до этого бросал ему в лицо обвинение. Любой человек с добрым сердцем охотно бы простил его. Скидони же выслушал юношу с явным удовлетворением и небес скрытой насмешке. В глазах Скидони Винченце был всего лишь зеленым юнцом, не умеющим владеть собой. Он видел в нем лишь его недостатки. не способен не способен был оценить искренность молодости, жажду справедливости и великодушия. Скидони привык видеть в человеке лишь его пороки. Не будь Винченца столь юн и неискушен, он без труда заметил бы самодовольное удовлетворение духовника маркизы, презрение и даже злобу, скрытые за лживой улыбкой. Сознавая свое превосходство над Винченца, Скидони был уверен, что способен читать его как раскрытую книгу, где есть все его недостатки и пороки, пристрастия и слабости. Он был даже уверен, что смог бы использовать против него даже его собственные несомненные достоинства. И хотя улыбка показного добродушия все еще не сходила с его губ, мысленно Скидони уже предвкушал близкое отмщение. Но пока бедный Винченца искренне сокрушался и ломал голову, как загладить свою вину, Скидони уже, казалось, забыл о случившемся, ибо в его голове уже зрел коварный план расплаты. От внимания Маркизы, когда она вернулась, не ускользнули ни некоторая растерянность сына, ни пятна неестественного румянца на его щеках и сосредоточенно на хмуренной брови. Святой отец, однако, был самодовольно спокоен, но взгляды, которые он время от времени бросал на юношу из полу опущенных век, не сулили ничего хорошего. Маркиза, раздраженная странным поведением сына, попыталась выяснить, что произошло, однако Венченце был менее всего расположен объяснять ей это или же оставаться доля в ее обществе, поэтому, сославшись на то, что святой отец самым наилучшим образом все ей объяснит, резко повернулся и покинул комнату. Когда они с Маркизой остались одни, Скидоний, сделанный неохотой, рассказал Маркизе о случившемся, скрыв, однако, благородное раскаяние юноши. Наоборот, он лицемерно попросил разгневанную Маркизу простить сына. Он еще так молод, добавил он, с удовольствием отмечая, что его рассказ произвел нужное впечатление и еще больше восстановил Маркизу против сына. Молодость это всегда буйные эмоции, поспешные суждения и выводы. Без сомнения, какую-то роль здесь играет также ревность юного венчанца к той дружбе, которой вы осчастливили меня, коварно вставил он. Ревность сына к друзьям матери не такое уж редкое чувство, и особенно к такой матери, как вы, Маркиза Дививальди. Вы слишком добры, святой отец, ответила Маркиза. Ее чувство раздражения и гнева на сына лишь возрастало по мере того, как Скидони все изощренней и коварней якобы пытался защищать венчанца от гнева Маркизы. Вынужден признаться, сеньора, с лицемерным смирением заявил он, что моя преданность вашей семье и мой долг духовника обязывает меня предвидеть подобные испытания. Но я готов вынести их, если мои советы помогут сохранить честь и покой вашей достойной семьи и уберегут неразумного юношу от неосторожного шага. Во время этой беседы полной понимания и взаимной симпатии Скидони и Маркиза как бы забыли о тех недостойных целях, которые каждый из них преследовал, и о недоверии и неприязни, которые неизбежно возникают между заговорщиками, объединенными недобрыми помыслами. Маркиза не уставая благодарила Скидони за бескорыстную преданность семье Вивальди, как бы забыв, что обещала ему ценное вознаграждение, а он делал вид, что ее тревога за сына это проявление высокого чувства материнского долга, а вовсе не забота о собственном тщеславии и честолюбии. Обменявшись таким образом взаимными комплиментами, они наконец перешли к главному, что делать с непокорным отпрыском семейства Вивальди. Очевидно, заключили они, одних увещеваний уже недостаточно. Глава пятая. А если яд монах мне дал коварно, чтобы убить меня, боясь бесчестья, Шекспир, Ромео и Джульетта. Венчинца, немного успокоившись, вдруг по-иному наконец взглянул на некоторые особенности поведения оскорбленного его выходкой монаха, и некоторые из прежних сомнений вновь вернулись. Однако решив, что это все результат его встревоженного состояния, а никакие либо достоверные факты, он, пересилив себя, прогнал их прочь. Близился вечер, и он заторопился на виллу Алтиери. До этого ему предстояла встреча со знакомым врачом, на осуждение которого он мог положиться. Встретившись, они вдвоем проследовали на виллу. У Винченца все еще оставался ключ от потайной калитки в сад, которую ему накануне дала сеньора Бианки, и он вновь решил воспользоваться им. Открывая калитку, он внезапно почувствовал неловкость от того, что снова вынужден тайком входить в дом Элены, что могло бросить тень на ее репутацию. Беатриса уже ждала их и тут же провела в спальню сеньоры Бианки. Винченца со страхом подошел к изголовью постели, врач последовал за ним и стал с другой стороны. Стараясь не выдать своего волнения в присутствии служанки и, сгорая от нетерпения задать врачу роковой вопрос, Винченца, взяв у Беатрисы лампу, отпустил ее. Свет лампы упал на посиневшее, изменившееся до неузнаваемости лицо умершей. Винченца с глубокой печалью глядел на нее, вспоминая, как еще вчера мирно беседовал с ней, а она смотрела на него глазами, полными тревоги и мольбы, за судьбу ее дорогой племянницы, а потом так пророчески предсказала свой скорый конец и соединила их с Эленой руки. Глядя на нее, он в душе повторил данную ей клятву беречь и любить Элену. Никто и ничто теперь не заставит его нарушить эту клятву, подумал Винченце. Еще до того, как Винченце собрался задать свой вопрос врачу, по выражению лица последнего он понял, что был прав в своих догадках. Врач сосредоточенно и с сомнением изучал искаженные черты лица умершей. Винченце сам уже догадался, что означают эти зловещие темные пятна на мертвом лице. Не решаясь первым нарушить молчание, которое могло еще сулить какую-то надежду на то, что он ошибается, Винченце терпеливо ждал. А врач, зная какое ему предстоит вынести заключение о смерти сеньора Бианки, казалось, умышленно медлил. Я знаю ваше мнение, доктор. Наконец, не выдержал Винченце. Оно совпадает с моим. Я не совсем уверен, сеньор, неожиданно сказал врач, хотя понимаю, что вы думаете. Внешние признаки могут ввести в заблуждение, и я не спешил бы делать окончательное заключение. Подобные симптомы могут быть следствием самых разных причин. И он вдруг пустился в их перечисление, а затем попросил позволения побеседовать со служанкой. Мне необходимо знать, как чувствовала себя сеньора Бианки накануне печального исхода. После довольно долгой беседы со старой служанкой врач остался при своем мнении о причине столь внезапной смерти. Он не мог с уверенностью утверждать, что смерть наступила от принятия яда. В конце концов, он заявил, что склонен объяснить смерть сеньора Бианки естественными причинами. По всему было видно, что он стремится во что бы то ни стало развеять подозрения Винченце. Во всяком случае, ему удалось убедить юношу не прибегать к официальному расследованию. Винченце провел еще какое-то время у лужи усопшей, а затем вышел в сад. Брежил рассвет, и с набережной доносились голоса рыбаков, готовящих лодки к выходу в море. На фоне светлеющего появился силуэт развалин крепости Полуце. Когда совсем рассвело, он вернулся в дом, и вскоре вместе с врачом они отправились в Неаполь. Понемногу спокойствие возвращалось к Винченце. Он был рад, что врач развеял его сомнения относительно насильственной смерти сеньора Бианки, и он мог надеяться, что жизни Элены ничто не угрожает. Поблагодарив врача и распрощавшись с ним, Винченце наконец вернулся во дворец, где верный слуга, поджидавший его, бесшумно открыл ему дверь. Редактор субтитров Продолжение следует...